Друзья, всем привет! Вы слушает SD-Cast, 72-й выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Коис Даймон. Сегодня у меня в гостях Ильяс Салихов, директор по технологиям в компании Intara и, в частности, в проекте Retail CRM. Ильяс, привет! Да, привет, Кость! Всем привет! Ну, по традиции, расскажи чуть больше про себя, а вообще, как ты попал в наш славный айтишный мир и вообще, как докатился до того, что стал директором по технологиям. Это, я понимаю, что-то типа СТО, как модно говорить сейчас за рубежом, скажем так. Да, что-то вроде этого. Ну ладно, расскажи, с чего все начиналось. Послушаем. Началось еще со школы. У меня появился Spectrum в пятом классе, мне родители подарили. Купили. Ну, я на нем, правда, только играл. А посерьезнее началось, когда у нас в школе появились PC-шники. И запустился кружок по информатике и по программированию. И тогда я стал этим увлекаться. Ну, Basic, понятное дело, там все началось. Да, 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 да. Был Basic, Pascal. Потом с девятого класса я начал пробовать Delphi. И даже сделал там программу для тестирования. Ну, просто проведение тестов, вопросов, ответов. Вот, ее даже учитель информатики наш использовал для тестирования. Было даже забавно, то, что я проходил тесты на своей же программе, да? На своей системе, да. Классно, классно. Да, а потом с этой системой я поехал участвовать на конкурсе Junior. Его проводит МИФИ для школьников. Вот, в 11 классе я там участвовал. Ну, и после этого мне МИФИ понравилось. И поступать я тоже туда же пошел. А ты на этом конкурсе ничего там не выиграл, не занял никаких мест? Ну, я был лауреатом, но не победителем. Там, конечно, были проекты намного круче, чем у меня. Было интересно посмотреть, что там ребята делают. Вот, совершенно разные. И чисто софтверные проекты были, инженерные такие. Любопытно было. В университете у нас была научная группа. Мы там немножко занимались анализом данных и эффективными технологиями обучения. Дальше к нам банально обратился знакомый с вопросом, можем ли мы сделать ему сайт. Мы тогда в этом ничего не шарили, но как раз была зима. Сессия закончилась, были каникулы. И мы тогда за каникулы сели, разобрались и сделали ему сайт. Это были такие первые заработанные деньги профессиональным трудом. Ага, это в чем же вы сделали там? В те годы, наверное, еще был там фронтпейдж какой-нибудь популярный? Или все-таки уже что-то такое? Был Dreamweaver. О, Dreamweaver, ага. Да, да, да. Ну, а дальше пошло, потихоньку поехало. Там появлялись у нас новые клиенты, новые заказы, сайты, интернет-магазины. Когда университет закончили, мы уже начали это все серьезно отстраивать по уму. Все-таки в университетке горы, годы мы частично этим занимались в свободное время. А когда закончили, то продолжили и начали дальше это все развивать. У нас открылись офисы сначала в Липецке. На данный момент у нас уже в офисе в четырех городах. В Липецке, Воронеже, в Ростове и в Москве. Везде есть разработчики и другие специалисты. Вы как-то именно специализировались на что-то таком, ну, как веб каких-то, да, там сайты, какие-то интернет-магазины или как вот? Ну вот после окончания универа мы осознанно отказывались от таких сайтов, где упор, значит, в дизайн, такие штуки. Потому что мы программисты, дизайн не наша сильная сторона. Поэтому мы взяли как свои направления, это e-commerce и госпроекты, где обычно проекты такие посложнее технически. Ну, уже какие-то там интеграции со сторонними, каким-то там системами, еще что-то такое, да, я так понимаю? Да, и со сторонними системами, и внутри компаний или внутри организаций. Обычно много систем, это все нужно интегрировать, какие-то системы своими разработать, связать их между собой. В общем-то, там много своих бывает нюансов, и бывает это интересно. Вот. Ну, а дальше приходили клиенты все крупнее и крупнее. Ну, на данный момент у нас, вот, например, на поддержке Restore, интернет-магазин связной, пульт.ру, там столб лиц. Ну, понятно, да, крупные такие уже сети целые. Ладно, а расскажи еще немножко про, там, ну, не знаю, там, сказать, насколько знают там слушатели, но вот мне там, и мне кажется, так и в наших кругах ты там больше известен, как участник проекта Retail CRM, ну, скажем так, да? Ты там про это что-то пишешь, даже где-то там на наших Symphoniax доклады рассказываешь, тоже так или иначе связанные. Вот чуть-чуть про этот проект. Тут все начиналось следующим образом. К нам, сначала к нам обращалось несколько клиентов с подобной проблемой, с подобной задачей. Им нужно было сделать систему для обработки заказов, отдельную систему внутреннюю. Потому что на те годы, это вот был 2009-2010 год, когда приходили такие клиенты, было уже много движков для интернет-магазинов. Они позволяли сделать, ну, хорошие витрины, то, что видят пользователи. Но с точки зрения внутренних процессов интернет-магазина, они мало чего предоставляли. Ну, там, знаешь, почти везде были там какие-нибудь списки заказов клиентов, но для автоматизации это ничего. Это максимум, там можно хранить, сбивать. На этом все заканчивается. А крупным магазинам уже это все нужно было отстраивать нормально, на потоке, когда много заказов. Там важна автоматизация. Мы сначала сделали три таких проекта на заказ. Ну, и после этого как-то пришло понимание, что, ну, какая-то пустая ниша. А у магазинов есть такая проблема. Вот. И где-то в 2011-2012 годах решили начать делать такую вещь, типовое решение для магазинов. Сначала, что любопытно, мы делали это в виде модуля для Битрикса. Тогда у Битрикса только появился маркетплейс. Можно было выкладывать платное решение. Мы подумали, ну, раз есть движок для интернет-магазина, мы сделаем к нему модуль. Вот, делали, вот, делали. И увидели, что, ну, огромный модуль получается. И это раз. А во-вторых, мы были сильно ограничены особенностями Битрикса, его архитектуры. Ну, и там, с точки зрения инструментов для разработчика, далеко все не лучшим образом местами. Поэтому решили, что нужно делать в качестве отдельной полноценной системы. И тогда начали делать на Symfony, на втором. Тогда второй Symfony совсем вот только-только вышел. Был вот 2.1 только вышел, вот на нем начали делать. И публично мы анонсировали систему на выставке EcomExpo в 2013 году. Она проходит каждый май. Одна из крупнейших выставок по EcomExpo. Вот, и с того момента началась жизнь проекта. Слушай, а сколько вот времени у вас прошло от момента, так сказать, начала работ до вот первого такого публичного заявления? То есть, вот такой, какой-то версии публичной. Работу начали осенью 12-го. А на выставке мы анонсировали в мае 13-го. Ну, я тебе могу сказать, что вот сейчас, смотря на ту версию системы, ну, я понимаю, что она вообще была пустая. Там для магазина ничего не было. Все очень-очень-очень базовое. Понятно. Слушай, ну, как бы понятно, что, так сказать, с годами, с опытом и меняются, наверное, требования. Все-таки немножко, мне кажется, там и у конечных потребителей, да, там магазинов, неважно, были немножко разные там по сравнению с тем, что было там 5 лет назад. Да, так что, мне кажется, все окей. Слушай, ну, наверное, знаешь, чтобы немножко так поподробнее углубиться в какие-то технические детали, да, проекта, вот. Наверное, может быть, в двух словах можешь рассказать вот про, в принципе, проблематику, ну, то есть, про контекст, вот, так сказать, задачи, да, вот. Ну, ты уже назвал, да, что там управление заказами. Ну, вот просто немножко, чтобы, может быть, слушатели могли чуть лучше понимать вообще примерный набор там функционала и как бы для чего все это, для чего вся эта система предназначена. Да. Retail CRM – это, конечно, в первую очередь CRM-система, вот. Она не только про заказы, но и про клиентов, что, может быть, даже важнее. Вот, ну, в целом ее можно разделить на четыре крупных блока. Первый – это автоматизация операционной деятельности. Сюда вот входит как раз обработка заказов, такая потоковая обработка. Ну, это там, если клиент, клиент где-то, не знаю, в интернет-магазине сделал там корзину, оформить заказ, это все попадает в систему, там какие-то статусы, есть ли нет там на складе, вот это, да, вот это, ты называешь автоматизация операционная или что-то другое? Да, в целом это. Ну, тут важно понимать, что вот, например, если брать среднего нашего клиента, у него больше одного интернет-магазина, два, три. И у таких клиентов сразу возникает проблема, но им нужно в одном месте это обрабатывать. Вот, они несколько магазинов к нашей системе подключают, у них, получается, все заказы в одном месте. И они те же менеджеры, их обрабатывают. Вот, у нас много инструментов для как раз настройки всех этих процессов. Ну, понятно, там настройки бизнес-процессов, выставления статусов, выставления ролей, прав, доступа к разным данным. Помимо этого есть много очень специализированных вещей, ну, вот несколько примеров. Например, у нас есть автоматическое распределение заказов. В системе можно узнать, что заказы в определенных статусах будут автоматически назначаться на определенную группу менеджеров, причем можно настроить там, что с определенных магазинов на определенную группу будут назначаться. Вот, и система автоматически отслеживает при этом, сколько на менеджер сейчас заказов. Как только он, допустим, заказ подтверждает, на него сразу новый заказ, очередной назначается. Он следующий заказ берет, и ему не нужно уже в списках искать, какие же заказы еще не обработаны, и все автоматом назначается. Это вот один пример. Другой пример. У нас можно строить временные ограничения на статусы. Сколько заказ в каком статусе может находиться. И система автоматически отслеживает и представляет заказом признак просрочен. И это менеджер сразу видит, можно настроить оповещение выше стоящим сотрудникам, чтобы они понимали, что есть проблема, что они не успевают. Это отслеживается в аналитике, сразу видно, на каких этапах заказы вовремя не обрабатываются. И много-много вот таких всяких мелочей, которые очень важны магазинам. Это первый этап, в смысле раздел. Второй блок – это маркетинг. Здесь мы позволяем автоматизировать взаимоотношения с клиентами уже после того, как он сделал заказ, когда он уже познакомился с магазином, зарегистрировался, получил заказ. Это и в том числе, например, маркетинговые рассылки. Но при этом мы клиентов стараемся учить делать не массовые рассылки, которые всех достают, а в системе можно настроить умные рассылки. У нас есть возможность создания динамических сегментов. Когда ты задаешь сегменту критерии, например, клиенты из Москвы, которые завелали заказ за последний месяц, при этом общая сумма заказов не меньше 10 тысяч у этого клиента. И система сама добавляет, убирает клиентов в такие сегменты. И дальше на разные сегменты можно настраивать автоматические механики. Например, механика простейший день рождения. Если магазин фиксирует дату рождения, то можно выбрать сегмент, формировать шаблон, и клиенту, допустим, за 3 дня до дня рождения будет приходить письмо. Мы вас поздороваем с наступающим днем рождения. И в течение этих 3 дней для вас там действует скидка на весь ассортимент. На что-то такое. Да, делают там, знаешь, для каких-нибудь магазинов вещей для детей. Там часто фиксируют возраст детей и день рождения. Там поздравляют с днем рождения детей. Или можно, опять же, настроить жизненный цикл клиента, ребенка. Он же в разное время разные вещи носит или в разные игрушки играет. Опять же, клиенту можно, понимая, какое возраст у ребенка сейчас, предлагать подходящие товары. И такие вот точечные письма отдельному клиенту, во-первых, во-вторых, они индивидуальны. И за счет этого достигается эффект и клиенту приятный, и для магазинов. Это более эффективно. Третий блок – это у нас аналитика. Она также очень заточена под магазины, под ритейл. И там очень много показателей, которые интересны магазинам. Там показатели эффективности менеджеров, специализированный показатель по заказам, по товарам. Там можно увидеть, какие товары, допустим, лучше всего продаются, какие хуже. А можно еще посмотреть, допустим, какие товары чаще всего отменяются и по каким причинам. И из этого можно сделать вывод, что есть какие-то проблемы, допустим, или с комплектацией, или, может быть, товар на самом деле плохо продается, в принципе. Или, допустим, его часто возвращают такие моменты. И четвертый блок – это интеграция EPA. Мы уделяем этому большое внимание. У нас сейчас больше 100 методов. И есть Marketplace, в который можно публиковать свои модули. У нас партнеры разрабатывают и публикуют как бесплатные, так и платные модули. Это тоже одна из сильных наших сторон. Понятно. Ну ладно, про это еще поподробнее поговорим с тобой. Ладно, расскажи в целом про архитектуру всего этого проекта, решения. Ты уже упоминал, что вы Symfony где-то начали использовать. Но, соответственно, я так понимаю, что это монолит на PHP, ядро системы написано на PHP, на Symfony. Да, сейчас расскажу. Так, в целом, проект состоит где-то из 15 подсистем. Там есть центральный сервис, он монолит, он крупный, да. И вокруг него еще остальные. Часть из них – внешние сервисы, которые реализуют какие-то функции для наших клиентов. А часть сервисов – внутренние. Ну, как пример, как биллинг. Да, из них процентов 80, наверное, написано на Symfony. А из остальных сервисов несколько написано на Go, и один у нас на Python, на Django. Такой разброс. Мы стараемся поддерживать последние версии языков. Например, в PHP-проектах у нас везде, прямо в Composer, прописаны минимально требуемые версии 7.1. И в проекте активно используются фичи новых версий. И это помогает. Ну, и к остальным языкам также относятся. Go 1.8, 1.9 у нас используется и Python 3. На свеженьках хорошо, так сказать. Это не какой-то там Legacy 5.5 или что-нибудь из тех… Здесь мы, да, стараемся быть в форме, да, и в струе, так скажем. Слушай, ну, это по большей части потому, что, в принципе, вы как бы полностью контролируете весь, так сказать. Я так понимаю, что у вас это, как сейчас модно говорить, там SaaS, там всякие облачные решения, да, такое? Да, да, это помогает нам внутри все держать в актуальном состоянии и поддерживать Legacy не требуется. Ясно. Ну, расскажи тогда еще чуть поподробнее вот про, как, ну, количество модулей, ладно, так сказать, они там есть какие-то подсистемы, как вот вообще устроено там взаимодействие, да? То есть у вас есть какая-то там а-ля, не знаю, там шина данных или вы там каждый сервис – это что-то по REST-like API друг с другом общается? Ну, и вот немножко так, как коммуникации происходят межсервисные. Если говорить про это, то часть сервисов общается по REST API, часть по шине данных, да, используются в очереди. В качестве менеджера очередей у нас используется Beanstalk, достаточно простое решение, оно нам нравится тем, что оно очень маленькое, легкое, вот, и написано на C, у него, по-моему, нет никаких вообще зависимостей, вот, это один бинарный, который взял и запустил. Но при этом там есть минимально необходимые фичи, там есть отложенные задачи, там есть приоритеты, вот, там есть сброс на диск, там ведется бин-лог, вот, и поэтому его нам хватает. Ну да, тут как бы первая мысль была спросить, почему там никакой, там, не знаю, ActiveMQ, ZRMQ, RevitMQ, но мне кажется, ты уже как бы привел все аргументы в пользу. Просто, в принципе, мне кажется, он такой, ну, почему-то не настолько популярный, скажем так, как какой-нибудь там Revit. Согласен, да. Ага, ясно, то есть вы в очереди, то есть, ну, и, соответственно, прямо из какого-нибудь там Symfony, соответственно, вы прямо туда паблишите, условно говоря, там, и читаете где-то, где-то кто-то и подписывается в том числе, да, есть, или подписываются все же какие-то такие долгоживущие сервисы? Нет, подписываются тоже сервисы на PHP, вот, они, это у нас активно используется для выполнения фоновых задач, у нас их достаточно много. Ну, как для понимания, приведу цифру, у нас сейчас два с половиной миллиона задач в сутки выполняются. Слушай, а сколько, ну, соответственно, они выполняются вот набором сервисов, каждый принцип, который там читает задачи, скажем так, своего там типа или там, ну, у него своя очередь, я так понимаю, да, и несколько воркеров, соответственно, ну, на нескольких машинах или на одной машине, или вот как бы масштабы просто всего этого. Да, сейчас уже порядка десяти машин, которые обрабатывают все эти очереди, но очередей сейчас много, ну, штук сорок-то точно есть очередей, точную цифру не помню. Да, ну, у нас под каждой типа задачи своя очередь, вот, чтобы прозрачным понимать, если вдруг где-то затык, и что-то у него успевает разгребаться, видеть, вот, но при этом некоторые воркеры, они разгребают сразу несколько очередей. Вот, допустим, у нас там есть такие, так называемые, легкие задачи, вот, они хоть и падают в разные очереди, но отдельным пулом серверов разгребаются быстренько и выполняются. Так, если, из особенностей тут что есть, если говорить про фоновые задачи, у нас это SaaS сервис, вот, и в чем преимущество, то, что у нас есть большое количество аккаунтов, вот, но все фоновые задачи со всех аккаунтов обрабатываются одними и теми же сервисами, вот, но при этом в SaaS, я думаю, это для всех, кстати, актуально, есть такая тема, что далеко не все аккаунты, они на самом деле используются активно, как минимум половина аккаунтов, это из разряда зашел, зарегистрировался, там, потыкал кнопочки и ушел, и больше не пользовался системой. Вот, и для таких аккаунтов нет смысла гонять какие-то фоновые задачи, вот, и у нас отдельно есть карта активных аккаунтов, вот, которая периодически актуализируется, вот, и эти фоновые задачи выполняются только для них и генерируются. Слушай, ну, а там прям сильно большие какие-то накладные расходы, потому что, по идее, то есть, если аккаунт зашел, он, ну, и все равно просто в целях, так сказать, экономии ресурсов, даже с этой точки зрения. То есть, по идее, если аккаунт как бы мертвый, ну, что там, у него ничего нет, там все задачи, по идее, будут выполняться мгновенно, но просто другое дело, что все равно вы их там каждый раз запускаете, и как бы смысла особого в этом нету, я так понимаю. Ну, ну, их же надо запустить все равно и выполнить, это даже если, допустим, он за секунду запустился и выполнился, то, ну, допустим, у тебя пять тысяч аккаунтов, и из них половина неактивна, вот, и ты экономишь две с половиной тысячи секунд при каждом запуске. Вот. Не, экономия, на самом деле, очень значительна. Мы сначала гоняли на всяких аккаунтах, вот, и потом решили сделать такую оптимизацию, и у нас в три раза нагрузка упала. Да, это существенно, слушай. И это оправдало себя. Ну, потому что там холостой, все равно ресурсы есть, хоть и, ну, просто даже на запуск, особенно если это, допустим, те же Symfony Command запускаются, вот, ему там нужно выделить память, инициализировать, и после этого завершиться. Ну, да, да. Ладно, хорошо, да, давай, что еще там у вас интересного под капотом? Так, есть свои особенности в основном сервисе в Monolith, в самом, да, большой уже, у него уже 40 бандлов у нас, не считая, конечно, вендорных. Ну, вот. Ну, и там есть особенности работы с мультиаккаунтностью, так скажем. Вот, я про это рассказывал на метапе Symfony. Да, да, мы ссылочку приложим, но давай еще так, для тех, кто вдруг, так сказать, не видел, освежим. Кстати говоря, знаешь, сразу, может быть, даже база данных-то вы, в общем-то, на Postgres живете, насколько я... Да, мы используем Postgres и для кэша Redis используем еще Postgres, в самом... Также используем ряд расширений. А Postgres в какой версии у вас? 9,9 какой-нибудь там... Сейчас 9,3 у нас Postgres, вот, и мы сейчас переезжаем на 9,6. Ну, слушай, после того, как вы говорите, что у вас там PHP 7.1 прописан в композе, но 9,3, конечно, надо подтягивать. Да, да, согласен, да. Просто, видишь, обновить PHP, это слегка проще, чем обновить Postgres без даунтайма. Или хотя бы с минимальным даунтаймом, поэтому мы пока работаем, не трогаем его. Ну, да, есть такое дело. Ну, кстати, вот интересно тоже, как вы вообще, вот, там, подход к обновлению, потому что действительно, как бы, ну, PHP вы просто там, ну, потихонечку начали, во-первых, проверили код на совместимость, потому что все равно там же есть, скажем так, некие обратные несовместимости, вещи, которые там были задеприкечены, там, в семерке, да, соответственно, которые, я так понимаю, вы тоже там потихонечку выпиливали. Ну, и потихонечку просто парк машин, соответственно, ну, поднимали там 7, 7, 7, 1, и потихонечку сервисы, там, воркеры сначала перевели какие-то, да, Рот, расскажи, как вы переходили. Да, ты в целом все верно рассказал. Ну, что здесь помогает в проекте довольно много тестов, вот, и они многие проблемы выявляли, падали, вот, мы в целом, по сути, настроили ACI на 7.1. Сначала мы на 7.0 переезжали, вот, погнали, да, там кое-что поотваливалось, мы пофиксили, ну, после этого сначала серверы фоновых задач, воркеры обновили, посмотрели, как там работает, и обновили буквально один, по-моему, сервер, да, который публичный запрос обрабатывает. Ну, покрутилось недельку, а после этого все остальное обновили. Все довольно просто оказалось, и, конечно, профит колоссальный был, ну, когда с пятерки обновились. Ну, да, да, вот это, конечно, все там просто, я помню, когда, ты наверняка тоже, я так понимаю, помнишь, и у тебя даже из своего опыта, вот, когда там семерка, все перешли, там, прям, по памяти просто сразу, там, настолько старого лучше, все, все такие прыгали, вырадовались, весь интернет, мне кажется, там, ну, скажем так, все, там, PHP-комьюнити, прям, вот, только про это и рассказывал. Вау, у меня там было 100 мегабайт, я обновил, и вот он уже сожрет, там, 50, вау, все такое. Да, это на самом деле, да, круто, приятно, очень приятно. Слушай, ну, с 7.0 на 7.1, наверное, совсем достаточно такой вообще был более безболезненный переход, я так понимаю. Да, там довольно легко, но тоже кое-что упало, там были свои изменения, там, в основном изменении было, там, что-то касаемо дат и приведения типов, были изменения, в этих местах падало. Ну, было, да, просто, и обновлялись по аналогичной схеме. Слушай, расскажи, расскажи, как вы с базой данных взаимодействуете, это, так сказать, просто родная доктрина, всем нам понятная, ну, и, там, мира у PHP-симфони, или же что, как? Доктрина почти родная, можно так сказать. У нас используется fork, наша доктрина, где буквально вот в двух классах обрано слово final у самих классов, и все, чтобы можно было от них отнаследоваться. Больше там никаких изменений не вносилось. И то, это было сделано, чтобы нам встроить кэширование свое, более гибкое в проект. Вот, в остальном доктрина стандартная, да, и сам симфони тоже, ну, с самой ядромой не трогаем. Что нам пришлось изменить, это так называемый PHP-дампер. Это класс компоненте dependency injection. Он отвечает за генерацию класса контейнера. Вот, когда у вас описываются все сервисы в бандлах, все зависимости, потом вот этот PHP-дампер, вот это все берет, строит дерево зависимости, и на базе него генерирует огромный PHP-класс, который складывается в кэш. Для чего мы это сделали? Чтобы работать с несколькими базами. У нас используется такой подход, что под каждый аккаунт заводится, раньше заводилась отдельная база, сейчас заводится отдельная схема внутри базы. И нам нужно, получается, динамически в зависимости от поддомена подключаться к нужной базе. У нас, по сути, проект один, который обрабатывает запросы со всех поддоменов. Ну, вот проект динамически в зависимости от запроса подключается к нужной схеме, нужной базы. Мы даже буквально маленькую вставочку сделаем, что как бы под клиентов в данном случае подзывается, ну, в целом, как бы там, не знаю, компания какая-то, там, не знаю, тот же самый какой-то интернет-магазин, то есть именно вот он является клиентом, в смысле все, весь там его поддомен, который уже обслуживает там его внутри уже менеджеры, пользователи, а вот именно клиент стоит именно как синоним там компании, ну, какого-то заказчика конечного. Да, все верно, да. Просто, чтобы было понимание, да, потому что, как бы, поэтому с этим... Да, у одного магазина, допустим, домен, не знаю, условно, вася.ritelseram.ru, у другого магазина Петя. Вот, и когда вы обращаетесь к одному поддомену, то система в этот момент подключается к одной базе, когда к другому, то к другой базе. Ну, это все по факту приходит, так сказать, в одно ядро, в один сервис, так сказать, там, ну, фронтенд назовем его так, да, и дальше просто на основе именно анализа там хостнеймов, да, вы, так сказать, понимаете, вы дергиваете, так сказать, куда к чему подключаться или как? Вот, расскажи немножко про механику этого, правильно? Да, там, это уже, конечно, немножко внутренности Symfony, но в стандартном Symfony проекте параметры подключения к базе, они прописываются, ну, просто в конфиге. Да, да, в конфиге в YAML, ага. Да, вот, и нам нужно, чтобы подключение было динамическим, вот, и для чего мы делали свой контейнер? Мы сделали такую фичу, что у нас параметры в контейнере, они не статичные, а могут быть динамические, то есть у тебя при обращении параметров вызывается, на самом деле, функция. Вот, и мы таким образом в качестве параметров, объявляя свои функции, допустим, одна из них возвращает как раз нужный к коннект базе. Вот, точно так же у нас реализовано, допустим, шардирование кэша, вот, другая функция у нас отдает нужный сервер кэша, и каждый аккаунт тоже ходит на свой сервер кэша, вот, но при этом в случае базы у нас жестко фиксированный список, какой аккаунт на каком сервере лежит, вот, а в случае кэша у нас просто написана некая кэш-функция, исходя из которой, система принимает решение, куда, к какому серверу кэша привяжется аккаунт. Вот, для чего мы делали фиксированный список с привязкой аккаунтов к базам, это было сделано для того, чтобы более равномерно распределять аккаунты. Я про это тоже чуть на митапе тогда рассказывал, у нас такая особенность, что наши клиенты – это компании, они физически необычные пользователи, и из-за этого аккаунты могут быть очень разными по размеру. У крупного интернет-магазина огромный аккаунт, маленького, небольшой, мы иногда принудительно ограничим, сколько аккаунтов на данном сервере будет, если видим, что он уже заполнен. В целом у нас уже есть файлогика, которая сама создает аккаунт на наиболее свободном сервере базы. Она просто знает информацию о всех нодах базы, где сколько-то загруженностей, они динамически прямо на лету высчитываются, или просто из какого-то мониторинга и статистики собираются? Из статистики она у нас обновляется раз в полчаса, и здесь, кстати, у нас тоже используется вот эта тема с активными аккаунтами. У нас вот этот сервис, который создает аккаунт, он смотрит и количество в целом аккаунтов на данном сервере, и количество активных. У нас есть по обоим показателям свои пороги. Если по одному из них сервер уже заполнился, то на нем уже новые не создаются аккаунты, потому что здесь какая механика действует. Неактивные аккаунты у нас через какое-то время удаляются, через три месяца, по-моему. И получается, сервера, старые сервера потихоньку освобождаются от аккаунтов. И этот сервер, сервис их начинает по новой дозаполнять, когда видишь, что там освобождают слот. Но при этом в существующих аккаунтах все больше и больше пользователей начинают работать, и число активных аккаунтов растет. И в какой-то момент уже, несмотря на то, что число общих аккаунтов, допустим, ниже порога, но активных уже там стало под завязку. И этот сервер уже не используется. Слушай, а был такой, что ну да, окей, вот там сервер, на нем, не знаю, условно порог в 20 активных аккаунтов. Ну окей, вот набрали там даже 10 активных аккаунтов. Потом один из них начал просто, что называется, как на дрожжах распух. И прям вообще выжирает столько ресурсов, что ему там вообще не хватает, условно говоря. Ну или как-то, скажем так, немножко сказывается на общем, общей производительности. То есть сервер действительно там забит. Хотя из этих 10 только один там выжирает примерно половину ресурсов. Ну я утрирую, но это как бы такая проблема. То есть у вас там есть какой-то механизм переезда, или как вы решаете такого рода проблемы? Да, у нас есть механизм переезда, но мы в таких случаях перевозим как раз мелкий аккаунт. И делаем так, чтобы в вырожденном случае там может остаться один огромный аккаунт. В целом, да, есть некая маленькая доля очень крупных аккаунтов. Но нет такого, что ему не хватает одного сервера базы, одному аккаунту. Ну может потому, что сервер достаточно мощный и запас приличный. Ну понятно. Нет, ну в любом случае CRM-система это, наверное, так сказать, не какой-нибудь там, скажем так, Facebook. Ну в смысле какой-то сервис, который там с миллионными посещениями. В любом случае это какое-то вполне, так сказать, там невеликое число, там, не знаю, пользователей, имеется в виду там, менеджеров, каких-то еще что-то, клиентов, что-то как-то. Да, верно. Поэтому, ну мы изначально примерно прикидывали так, чтобы одного сервера гарантийно как минимум для одного аккаунта хватало. Но пока еще таких случаев не было, чтобы у нас один аккаунт на одном сервере, на самом деле, даже с крупниками, там, не один десяток клиентов рядом находится на том же сервере. Слушай, а вот говоря там на том же сервере, мы в данном случае понимаем именно только инстанс базы данных, или вот у вас монолит отдельно, в смысле, вот, обслуживающий, там, фронтенд живет, а база сами по себе? Или вот расскажи немножко, как, на каких нодах, что, это все по отдельности живет, или где-то какие-то вещи, там, вместе живут на одном узле, чтобы, там, не упустим, знаешь, как база, там, рядом с какими-то сервисами, которые, там, ну, чтобы быстрый был, так сказать, доступ, вот что, про это немножко. Ну, вот у крупного сервиса, у монолита, все типы узлов, они разнесены на отдельные сервера, то есть там и воркеры фоновые, и аппликейшн сервера, которые лично запросы обрабатывают и базы, и кэш, и очередь, это все разнесено на отдельные серверы, и у всех типов узлов уже не один сервер далеко. Вот. Есть мелкие сервисы, у них, да, есть такое, что на одном сервере и аппликейшн, и база, ну, там, где загрузка, там у сервиса еще запас, он, допустим, нагружает машину на 5%, ну, как бы, что там еще разносить? Ну, понятно, да, да. Это просто самый сервис зарепликсирован, просто еще соседняя машина такая же есть, с аналогической конфигурацией, в случае чего. Ну, у вас, я тоже понимаю, везде понятно, что есть какие-то, минимум, там, по два инстанса одинаковых, ну, так сказать, условно говоря, реплики всего. База данных, соответственно, тоже у вас там репликации, да, настроены, чтобы... Да, в базе данных физическая репликация, устроенная репликация Postgres используется, есть слева, ну, и мы, кстати, уже не раз опробовали эту реплику, переключались на реплику. У нас, не знаю, как у других, вот у нас регулярно возникают проблемы с тем, что умирают диски на серверах баз. Ну, в принципе, базы-то, они прям активно используются. Ну, конечно. Ну, тут еще особенность то, что у нас на базах SSD, вот, и SSD, вот, по нашей практике где-то SSD, их хватает на полтора года на сервере базы, вот, это при том, что они там в RAID 1, то есть два SSD, которые друг друга зеркалируют, вот, один из них стабильно раз в полтора года умирает, мы уже много раз сделали замену, вот, ну, и в таких случаях переключается все на реплику, вот, и на мастер, мастер становится слейвом, и там потом диск меняется. А, ну, то есть у вас подход такой, вы именно переводите подключение, так сказать, коннектов, на слейв, слейв промоутите до мастера, оригинальный мастер выключаете, меняете физические диски, заново включаете, делаете его слейвом, условно говоря. Да, пробовали, да, такой подход, пробовали и на горячую менять диск, ну, из-за того, что у нас RAID 1, там, в принципе, там... Ну, если хотсвапами поддержатся, то можно по-рубою. Да, да, и так тоже делали, в принципе, так тоже вполне все работает, но чуть-чуть рискованнее. Ну, вот, ты знаешь, я что-то как-то тоже все время, потому что вот эти истории про хотсфак, хотспэр, так сказать, вещи, хардварные как-то, как-то не знаю, вроде, наоборот, хочется хардваре доверять, потому что как-то софту не доверяешь, как программист, понимаешь, но понимаешь, что на самом деле не все так просто. Да, бывали случаи, когда диск поменяли, вставили, а он не определяется. То есть новый диск, он уже там какой-то битый, еще раз меняли. И это причем было в этом случае как раз, когда меняли на горячую, на мастере. Вот тогда было немножко опасно. Ясно. Ну, все обошлось, я так понимаю, все же, да? Да, все прошло хорошо, да. Ясно. Слушай, расскажи вот про немножко, знаешь, проинтересно, про Postgres. Вы, так сказать, ну, такой вопрос, вы хранимы процедурой или у вас прям все в теле, в смысле, ну, в коде, в клиентском, там, не знаю, PHP, соответственно, да? Или там, если вы используете доктрину, то прям, соответственно, просто на Аляна Декуэля, так сказать, через там репозиторию вот эти все запросы, как вы строите? Мы стараемся здесь как можно меньше отходить от... Symphony Way. От Symphony Way, да, стандартного, поэтому процедурки мы не используем. Но при этом есть, в самом проекте есть большие запросы, но это, как правило, касается фоновых задач. Бывает, что, когда нужно что-то пересчитывать, там, не знаю, вот у нас есть отдельные отчеты по RFM-показателю клиента, и ABC, XYZ есть такие в e-commerce классические отчеты, вот, и чтобы их посчитать, там, почти всю базу клиентов нужно перемалывать, вот, вот, их нужно на кластеры разделять, вот, и этот расчет, он весь на Postgres, через функции, ну, там такие многоэтажные функции, и там активно используются возможности Postgres'а, свои с функциями очень помогают, вот, и в самом Postgres'е есть много математических функций, всякие там, по мату ожиданиям, по отклонению, вот, они выручали. Вот, и из нестандартного мы в Postgres'е используем некоторые расширения, это вот Htor, например, мы используем, и еще для индексов расширения, например, там есть extension для построения индексов на 3 граммах, вот, они позволяют делать запросы с лайком, причем лайки могут с процентами с обоих сторон, и при этом они будут искать по индексу. Интересно. Да, и, в принципе, хорошо работает, у нас много где строковый поиск, вот, в принципе, подобным образом работает. Так, а в остальном, в целом, стандартный Postgres, ну, Postgres'а, понятно, перед ним еще Pg-балансер стоит. У нас здесь схема такая, что на каждом сервере Postgres'а стоит свой Pg-балансер. И он, в принципе, знает, если что, и про слейв, да, что если он, как бы, отвечает за, в случае вот фейлора, ну, в смысле, в случае какого-то там непредвиденной ситуации, ошибки, переключить connect прозрачно на слейв, или же application level это решает? Это решает application. Это решает application. То есть Pg-балансер просто занимается мультиплексированием запросов? Да, верно. Ну, на самом деле, в этой части тоже сильно помогает. Ну, в случае твоего подхода Pg-балансер надо было бы выносить либо на application машину, либо между ними ставить, между application и базой. Получается, еще сервера, мы как-то не хотели его еще выносить отдельно. Здесь, если делать не application, то здесь нам больше нравится подход с виртуальным IP. Когда есть у мастера слейва свои IP-шники, они заводятся еще виртуально. Ну, понятно, вы а-ля как в классическом там HA high availability кластере, просто у вас есть VIP, и вы, соответственно, все connect идут всегда на VIP, а VIP просто, если что, переезжает, соответственно. Да, верно, да. Слушай, а расскажи тогда сразу, кто у вас админинен, в смысле, чем вы управляете кластерами, вот этим VIP-ами, то есть это что вы используете? У нас используется Ansible, и, в принципе, абсолютно все им конфигурируется. У нас уже под все задачи есть плейбуки, и машины, ими разворачиваются, всех видов. И какие-то служебные операции, и те же, допустим, воркеры, сколько воркеров, под какие задачи, тоже все поднимается. Ну, хорошо, да, Ansible, чтобы развернуть, а, соответственно, вот кто мониторит, так сказать, там VIP, что мастер жив и в какой-то момент переключает на slave, в смысле, меняет VIP на slave, вот эти ресурсы кластерные, чем вы управляете? Тут, ну, это я тебе рассказывал, если бы так было, если бы использовать альтернативную схему, но у нас сейчас application-way. А, да, вы, так сказать, на этом самом, на application просто, так сказать, не прошел запрос, ну, вот расскажи, какой алгоритм-то, да? Да, но тут через метрики, через Zabbix, ну, у нас все мониторится Zabbix, и если он видит, что какие-то проблемы, в нем там срабатывают действия. Ну, триггеры, да, которые в Zabbix. Ну, и тоже переключение на slave, оно, по сути, в вансе для плейбоков написано, достаточно один плейбок вызвать, чтобы переключить. А, ну, я понял, да, то есть по факту весь мониторинг у вас в Zabbix, и Zabbix, если что, просто на триггеры вешается, соответственно, вызов там тех или иных там плейбуков, которые уже, так сказать, производят некое переконфигурирование, скажем так. Да, все верно, именно так. Интересно, как-то пока не слышал про такой подход. Вот у всех там всякие эти, как они там, кластерные, все время вылетают из главы, поскольку активно не юзают всякие эти, управление всякими сервисами, обнаружение, что там, консул, или сэрис-дискавери, вот эти всякие штуки. Да, это сейчас выбирает популярность. Слушай, вот, кстати, интересно, ну, не знаю, насколько оно там вообще подходит, не подходит, сейчас там, да, ты, я думаю, тоже слышал про всякие кубернетес, которые активный народ прям юзает для вот там, для всего, для масштабирования, для автоматического управления, ресурсов. И, в принципе, когда там есть задачи, когда действительно там каких-то там надо поднимать там однотипных там воркеров, еще что-то, в принципе, ну, в каком первом приближении кубернетес как бы, в принципе, подходит как, с точки зрения решаемой задачи, да. Вот вы, у вас этого ничего нет? Расскажи немножко, может, вы смотрели, не смотрели, вам просто это не нужно, вам там все устраивает, или вот как бы, ну, твои мысли по этому поводу. Мы, да, поглядываем на кубернетес, но в целом нужно произвести достаточно много работы, чтобы на него все перевести. И пока до конца непонятно, достаточно ли вэлью будет от того, что мы перейдем на него. Потому что сейчас, ну, не сказать, что у нас какие-то проблемы с инфраструктурой, с ее обслуживанием. У нас сейчас так все налажено, настроено, и проект растет, и мы, по сути, сервера просто добавляем, разворачиваем их, ставим в пол. Ну, это да, это не то, чтобы там каждый день по 10 тысяч серверов разворачивать, поэтому. Да, даже если 10 тысяч, то как бы кубернетес это особо чем поможет. Ну, да, да, он, конечно же, потом для дальнейшего какой-то там балансировки его автоматического управления там задачами. Да, ну, количество самих сервисов увеличивается, да, у нас под разные задачи. И вот с этой точки зрения, чтобы их разворачивать и обслуживать, да, кубернетес может быть полезен. Ну, да, тут просто вот как бы микросервисы, да, одна из плюсов-то как бы, что, конечно, ты немножко получаешь больше возможностей для масштабирования, для управления, для каких-то таких решений вещей более эффективно. Но, с другой стороны, возникает, да, проблема вот там межсервисной коммуникации, там, в первую очередь, даже обнаряжение. То есть, либо у тебя каждый сервис там должен знать какие-то там entry point и других сервисов, с которыми он взаимодействует, да, тогда стоит вопрос, а что, если там они вот там где-то отказ в обслуживании, ну, какие-то, так сказать, проблемы, да, как ему эффективно быстро там понять, на какой другой узел переключиться. И для этих вещей, конечно, всякие вот эти сервис Discovery и прочие штуки, да, они, конечно, ну, классная идея. То есть, да, они все знают, там, через там ZooKeeper, еще через что-нибудь, там, etcd, вот эти все, ты можешь быстро это получать и, соответственно, ну, как бы слабое связывание, скажем так, вот именно между компонентов, да, получаешь. Да, да, это точно. Для своих задач, да, штука хорошая. Но мы до нее пока не добрались. Я понял. Слушай, а расскажи немножко вот про мониторинг, да, ну, ты уже упоминал, сказать, Zabbix и про мониторинг сервисов или, знаешь, вот, может быть, про мониторинг, про логирование, так сказать, как вы вот вообще там собираете метрики, мониторите, я не знаю, там, ошибки, производительность какие-то там вот именно в вашей, во всей, во всем проекте, то есть, как бы где-то что-то произошло, какой-то, да, косяк, где он, почему, вот как вы все это изучаете? В Zabbix у нас мониторятся такие низкие уровни показатели, показатели из самих серверов, там, доступны ли сервисы, живы ли они, ну, вот состояние чередей, а в случае самих application у нас используется бодушная пинба, вот, мы в нее собираем все сервисы, посылают в нее данные обо всех запросах, вот, и мы используем поверх свою надстройку, как раз пинборд. Вот, вот, чем она хороша, то, что там в реальном режиме видно все запросы, вот, это раз, вот, внизу у нас, ну, она же видит, какие у запросов статусов, статусы, в том числе 500-е, и оповещает о них, вот, оповещает, ну, там, банально на почту скидывает, если, в принципе, какие-то есть, и отдельно срабатывают лампочки, если их становится много, вот, она также отслеживает ключевые показатели выполненного скрипта, это сколько памяти съел, сколько ЦПУ и сколько времени выполнялось, вот, и у нас отдельно есть разделы, где можно посмотреть и проанализировать вот эти все скрипты, чем еще, кстати, удобная пинба, она же идет расширение к PHP, вот, и, ну, у нас при развертывании сервер автоматически ставится, вот, и этот сервер сразу начинает посылать информацию обо всех своих запросах, и в чем фишка, то, что он реагирует не только на публичные запросы, но и даже на консольные, даже если ты в консоли в PHP что-то выполняешь. По факту ты, как бы, PHP вызываешь, любой, так сказать, там, скрипт PHP, он, я так понимаю, приводит к тому, что, я просто, знаешь, с ней особо так близко не знаком, вот, расскажи, я так понимаю, что, да, она как расширение к PHP идет, соответственно, дальше ты там сконфигурируешь, условно говоря, куда слать метрики, да, сказал, какие и чего, и дальше она просто сама на уровне ядра начинает вот это все на любой запрос чих кидать, да, я правильно понимаю, или как она работает? Да, если в конце есть клиентская часть и серверная. Клиентская часть – это PHP extension, вот, он вначале, перед выполнением скрипта делает замеры вначале и после выполнения скрипта, когда уже ответ отдался NGINX, он собирает показатели и по UDP посылает их пин по серверу. А серверная часть – это модуль к MySQL, он сделал мини-модули к MySQL, и это отдельный тип движка в самом MySQL, так и называется, PINBO, это, по сути, циклическая база данных, которая работает в памяти, вот, и, ну, вот, она держит запросы то количество времени, сколько там указан настройках, допустим, она держит запросы за последние 10 минут, вот, и мы дополнительно, вот, наша система PINBOAR, там, эти показатели еще скидываем в классические таблицы, чтобы видеть историю. Ну, понятно, ага. Этих данных, вот, и там видно данные по всем запросам и ключевые показатели. Еще есть фишек в PINBOAR клиенте, в этом extension есть ряд вспомогательных функций, с помощью них можно, допустим, проставлять теги запросу, вот, и когда он прилетает на сервер, на серверной стороне можно по ним фильтрануть. Ну, вот, например, мы активно используем банальный тег, чтобы пометить, на каком аккаунте этот запрос был выполнен, потому что приложение же одно, все поддомены к нему идут, а нам нужно видеть, с какого это поддомена был запрос. Вот мы, у нас в PINBOAR это все выглядит как все на одном домене, но при этом тегами помечены какие-то аккаунты. Кроме того, есть таймеры, вот, и можно на отдельные участки замерять таймеры. У нас есть на GitHub, в нашем монетарском аккаунте бандл, к Symfony, вот, его ставишь, и он в прот-режиме сам замеряет все запросы, все походы в кэш, там есть классы для мем-кэша, для Redis, вот, и, ну, по сути, ставишь бандл к Symfony, и у тебя уже на сервере ты видишь детализацию по каждому запросу, сколько он отдельно участки кода выполнял. И фишка в том, что это все ты видишь в реал-тайме, вот у тебя запрос только выполнился, там у нас есть отдельная вкладка Live, и ты можешь по аккаунту отфильтровать и видишь прямо все запросы, которые вот только что сейчас прилетели, в любой из них можешь зайти и посмотреть, как он выполнялся. Вот, и помимо этого, по всей массе запросов строятся общие графики, сколько на какие участки затрачено, это очень помогает в случае, когда, допустим, у нас система начинает тормозить, вот, и нужно быстро понять, что конкретно тормозит, ну, вроде как все работает, ничего не упало, но при этом система тормозит, вот, и ты заходишь там в раздел общих графиков по таймерам, и там сразу видно, что вот участок работы с базой, он резко вырос в целом системе, вот, ну, понятно, значит, база, и там дальше можно детализировать, а на каком конкретно сервере базы начал тормозить? База, база вы тоже как бы с завиксом, да, мониторите общие все метрики или чем? Базу, да, с базой мы мониторим с завиксом, вот, все основные показатели, да, сколько там запросов, сколько коннектов, все подобное. Ясно, слушай, интересно, интересно, ну, расскажи, наверное, знаешь, что теперь вроде так по техническим моментам пробежались основным, по крайней мере, что мне в голову пришло, вроде спросил, расскажи про, или может быть, что-то еще забыли, если ты вспомнишь что-то интересного. Так, про технические, что еще? Ну, кэш, вот, единственная из особенностей, то, что у нас используется тегированный кэш, вот. Ну, расскажи чуть-чуть, да, про это. Ну, особенность в том, что мы, опять же, в Symfony есть бандл, но для этого пришлось фортную дектрину, но вот в нашем бандле реализован тегированный кэш, он позволяет любые запросы пометить своими тегами, вот, и дальше, собственно, по этим тегам сбрасывать кэш. Потому что кэша много, и целиком его не сбросишь, вот, и при этом у нас бизнес-приложение, вот, и у нас очень критичная актуальность данных, мы не можем себе позволить там, что данные изменились, а мы там еще из кэша пару минут выдаем данные. Нам нужно, вот, одновременно. Иметь возможность, как бы, чистить кэш при изменении данных. Да, и при этом желательно, чтобы не все несколько сбрасывались. Так. И используется тегированный кэш, да. Соответственно, запрос, когда, ну, какие-то данные там поменялись, соответственно, просто вызывается команда, которая лезет в кэш, и именно по данному тегу там помеченному, да, там, ты говорил в Redis, и что там у вас для кэша? Да, Redis, у нас использовалась сначала такая реализация, что отдельно были ключи с кэшами, вот, и отдельно были ключи с тегами, вот, и в Redis ключ с тегом был списком, вот, и там, по сути, лежали ключи с кэшами, которые помечены этим тегом. Но на активных аккаунтах возникала такая ситуация, что бывали случаи, что в ключ с тегом не добавлялись ключи кэша, из-за этого, получается, кэши не сбрасывались. Либо… Ну, просто потому что их уже там было дофига, то есть, как бы максимальная длина списка была достигнута, или за счет, почему не добавлялись? То есть… Да, и это, и возникали ситуации, что, ну, не отрабатывало. Ну, допустим, кэш создался, а в тег, конечно, не положился. Интересно, ну ладно. Хотя… Блин, сейчас… Короче, точно была такая проблема, что кэша не был в теге. Вот, и… Ну, и вторая проблема, что тег очень сильно распухал. Вот, и так сбрасывать уже получалось неэффективно долго. А, все, я вспомнил, вот какая фишка была. Смотри, вот когда у нас набиралось очень много ключей, вот, и мы меняем какие-то данные, и в этот момент нужно сбрасывать, и… Но уже приходят следующие запросы с новыми, которые хотят туда положить. Да, и вот, и получается так, что они пропадают, да, они тоже удаляются, которые вот только пришли. Вот это все одновременные запросы. Да, ну, я понял, да. И мы перешли на теги с версиями. Есть такая статья, вот, ну, хорошего человека. Сейчас не вспомню фамилию, я потом могу скинуть. Да, конечно, мы добавим обязательно. Там рассказано, как это реализовать на примере MimCash. МimCash написал, а это причем подход очень бородатых времен. Он ему описан. Суть в том, что у тебя есть ключ тега, в нем ты фиксируешь версию. Вот, и в ключе каждого кэша при сохранении ты фиксируешь текущую версию тега. Прям внутри. У тебя, получается, внутри ключа кэша вложен объект, и там сами данные, и рядышком с ними еще все теги, которым помечен этот ключ с версиями. И в момент, когда ты выбираешь эти данные из кэша, ты проверяешь, сходится ли версия с той, что сейчас в ключе тега. Если она меньше, то, получается, твой кэш устарел, и ты его не используешь. Вот, и по факту у тебя ключи как бы не удаляются, вот, но при этом ты уже понимаешь, какие из них устарели. Вот, и для сброса кэша тебе достаточно у тега увеличить версию на единичку, и все. Либо там, если, другой вариант, там можно использовать дату, у нас, по-моему, используется дата-время, тебе текущую дату достаточно туда в тег записать. Вот, и... Понятно. Все ключи, которые с временем меньше предыдущих, но меньше, так сказать, из тега, они понимают, что они уже протухли, и надо их за номер запрашивать, условно говоря. Да, а выталкивание кэша, оно уже удаляет старые, неактуальные ключи. Ну, стандартное выталкивание, которое в Redis. Вот, и вот это уже система работала железно. Тут никаких проблем нет. Понятно. Ясно. Слушай, ну, давай, наверное, теперь немножко поговорим. Вот расскажи, как у вас устроен в целом там процесс разработки. Ну, вот, во-первых, наверное, так сказать, насколько велика там ваша команда, чтобы просто дальше немножко уже было интересней понимать, как у вас процесс устроен. У нас есть команда, ну, она, в принципе, относительно небольшая. Десять человек у нас, разработчики ядра, мы их так называем, вот, с самой системой. И еще есть несколько человек, это интеграторы, они занимаются разработкой и поддержкой интеграционных модулей. Ну, это модуль, там, допустим, для Bittrex, для других CMS, для там, in-sales какого-нибудь. Вот. Вся команда, она распределенная. Вот у нас четыре офиса, во всех есть разработчики, которые пишут код. CRM. Вот, у нас поэтому активно используются средства коммуникации. У нас используется RedMine. Slack используется. Или Slack, не знаю, как правильно. Ну, да, тут Slack. На жаргоне, наверное, как-то Slack, а так, наверное, Slack как-то, если правильно. Но неважно. Хорошо, еще чего? Так, ну, и средства коммуникации, RedMine, Slack, и у нас еженедельные созвоны по Skype. Код вы в чем для хранения исходников, чего вы используете? Сейчас расскажу. Так, если до конца рассказать про команду, у нас она разделена на мини-команды. От одного до четырех человек. В каждой мини-команде есть один-два человека, которые, ну, что-то вроде таких ведущих разработчиков или этих лейдов внутри команды. Только они имеют право сливать в мастер в рамках команды. Вот. И, ну, так как-то само собой получилось, что каждая команда отвечает за какие-то области системы. Система, в принципе, уже большая, и каждый отдельный человек не знает все про систему. Вот. И такая некая уже специализация. Ну, понятно, что произошла, да, такая естественная какая-то специализация на каких-то конкретных функционалах, которым в той или иной степени приходилось чаще заниматься, в общем. Да. Хотя мы стараемся сейчас сделать так, чтобы все члены команды знали чуть лучше. Ну, вот это, кстати, такой тоже интересный вопрос, потому что, с одной стороны, да, как бы это немножко проще и понятно, так сказать, зона ответственности у каждого там свое, и они там не пересекаются с точки зрения конфликтов, да, то есть, как бы, да, одновременно там в разных бандлах, я не знаю, в наисицы правки, никаких проблем. С другой стороны, вот действительно, так сказать, проблема в том, что никто не понимает, как оно в целом, и это, ну, может в некоторых случаях привести к каким-то, так сказать, там, ну, не очень, скажем так, эффективным решениям, да, в силу того, что нет понимания, как в целом там какой-то workflow или как взаимодействие. Да, именно так. Как бы я не говорю о том, что любой член команды должен, должен ночь писать код любого модуля, который существует в системе, но хотя бы понимать, хотя бы примерно, как он работает. А вот расскажи, какие вы меры для этого принимаете, потому что понятно, что разработчик просто так скажет, ну, ты вот там хотя бы там по полчасика в день смотри, пожалуйста, на другие модули, изучай, как они работают, ну, тебе любой же скажет, да, да, конечно, и как бы ничего от этого не изменится. Ну, во-первых, у нас, ну, вот мы сделали вот эти ежедневные созвоны, мы как раз обсуждаем, ну, мы на них, во-первых, обсуждаем планы, кто что из-за планированного успел сделать, не успел за прошедшую неделю, и что планируют, и обсуждаем, если какие-то проблемы, или что-то, что нужно обсудить с командой, то на этих сезонах, потому что, ну, и тут часто как раз уже происходит такая коммуникация. Второй способ – это опосредованный. У нас была такая проблема, ну, есть же такое понятие, как техподдержка, вот, и у нас есть отдел, собственно, техподдержки, там отдельные ребята, они обрабатывают тикеты, у нас, кстати, одна из подсистемы – это своя тикетка, почему так получилось, но, в принципе, неплохо работает. И, ну, какие-то задачи, так скажем, техподдержка первого уровня, она на простые вопросы отвечает. Ну, понятно, что может иногда случиться, что действительно что-то более серьезное, и надо, так сказать, вмешать там второго, третьего, что называется, да, там, уровня. Да, они, у нас для техподдержки есть отдельный канал в Slack, они могут задавать нам вопросы только туда. Поначалу отвечали все, вот, все отвечали, потом техподдержка стала спрашивать много, ну, в какие-то моменты я уж их начал пинать, типа это… Ну, некоторые вопросы, да, они уже задавали совсем неприличные, где они могли сами разобраться. Вот, ну, дальше, ну, возникали иногда такие дни, когда они много пишут, и очень много времени разработчикам тратится на техподдержку. Чистая твича же вопроса, полдня прошло, и ты ничего не сделал. Это же не дело, у разработчиков немного другая работа. После этого, ну, это всех утомило, и, естественно, образом все пришло к тому, что все перестали отвечать в этом канале техподдержке. Просто тишина была, они по многу раз писали, по два, по три раза приходилось писать, чтобы хоть кто-то ответил. И после этого относительно недавно я ввел систему дежурства. У нас теперь каждую неделю какой-то один конкретный разработчик ответил за то, чтобы отвечать техподдержке, если она пишет. Но мы договорились, что он не должен там прям сидеть в чате, и все это, и единственная его задача на эту неделю. Там договорились, что он, ну, два-три раза в день просто выделяет время, какие-то вопросы, если там накопились и сидеть в чате. А вопросы очень разные. И договорились, что сначала разработчик должен попытаться сам разобраться, даже если это модуль, который он не писал, то сначала понять сам. А если уж там прям вообще тяжело, то он уже идет к тем ребятам, которые его писали. Ну, и это довольно сильно мотивирует разбираться во всей системе. Ну, и как бы уже дало свои плоды, да, я так понимаю, ты уже как-то вот спустя какое-то время, что можешь сказать, так сказать, получилось это как-то из этого толка? Да, ну, это и организационно в исходной задаче по общению с их поддержкой у нас все наладилось, и остальные ребята, они не откликаются на это. И вот так опосредованно решается и задача знакомства со всей системой. Слушай, интересно, интересно, да, хорошо. Ну, это если говорить про команду, да. Слушай, а тестировщики и тестировщики у вас какие-то отдельные что-то есть, или все у вас вот именно а-ля там юнит-тесты, функциональные тесты, там, я не знаю, интеграционные тесты и все? И все. Нет, у нас тестировщиков нет. У нас все через тесты и через, все лежит на тестах и на тех, кто проверяет задачу. Вот он должен ее проверить. Ну, в порядке, в смысле, кто-то из разработчиков, кто-то, так сказать, отвечает за ее сливание, так, в мастере, я правильно понимаю? Да, все верно, да. Ну, в целом, мне кажется, система работает. Ну, хорошо, хорошо, ладно, расскажи немножко про workflow, да, там, ну, и про сохранение исходников, ну, и вообще, как у вас там весь процесс от постановки задачи, да, до выкатывания там в продакшн в конечном видеосчете происходит. Так, здесь схема следующая. У нас есть версионирование системы, есть мажорные версии, они у нас выкатываются раз в год. Мажорные версии у нас сопровождаются, как правило, мероприятиями, где мы презентуем. Вот у нас последнее было в мае этого года, где мы презентовали версию 6.0, там, в целом, рядом крупных фич, вот, и мы к мажорной версии, как правило, готовим целый пул крупных каких-то задач. Вот, и помимо мажорной версии, есть минорные версии и фикс-версии. У нас все привязано к календарю, по сути. Вот минорные версии – это версия каждого месяца. Вот, допустим, 6.0 у нас был в мае, 6.1 – это юническая версия. И так далее. А фикс-версии – это версии каждого диплоя. Когда происходит диплое, вот все, что попало в этот диплое, фиксируется фикс-версией. Вот, и в RedMine у нас ведется оперативный план на минорной версии, там, на 6.1 у нас такой полузадачи, на 6.2 такой-то. Вот, как правило, 50% задач – это какие-то баги, накапливаются к следующей минорной версии. Ну, а остальная половина – это какие-то улучшения, которые мы ставим в план. вот, и делаем их. Сами внедрения мы делаем. Два раза в неделю у нас происходит. Ну, вот, если говорить про наш монолит. Мелкие сервисы, они, в принципе, внедряются. Как что-то нужно внедрить, так и внедряются. Монолит просто, он, там, это такая большая операция диплоя. Особенно, когда есть миграция. Ну, вот расскажи, да, вот тут интересно. Ну, то есть, итерации, в принципе, ну, да, диплоя у вас, ты говоришь, там, вот два раза в день. Неделю. Неделю, угу. Вот, ну, то есть, такие, получается, итерации, там, несколько дней, по сути. Да. Да, ну, чаще просто смысла нет. Там, или одна-две задачи всего лишь. У нас, как правило, ну, если есть какие-то баги, то мы, там, можем и в этот же день внедрить. В принципе, ничего не мешает. Вот, ну, по остальным задачам. В плановом режиме, да, я понял, там, два раза в день. Ой, два раза в неделю. Там, просто, цикл-то большой у задачи. У нас, допустим, она, ее разработка, это только часть. То есть, она разрабатывается, дальше сливается, внедряется. В ходе разработки, ну, у нас система на двух языках, на русском и на английском полностью. Вот, в ходе задачи, там, нужно, например, переводы подготовить. После внедрения, там, документацию подготовить. После документации, там, еще маркетинг подключается, если нужно об этом рассказать, там, в блоге написать. Вот, если мы будем это каждый день деплоить, только, ну, это, с точки зрения всего процесса, слишком часто. Остальные участники процесса не успевают. Вот, два раза в неделю в самый раз. Сами задачи у нас, источником задач в 90% случаев являются клиенты. Вот, сейчас у нас в Рыбане, по-моему, больше 600 открытых задач с разными хотелками. Ага. Вот, и там, почти уже на все случаи, есть задачи. У нас у задачи есть понятие источник, отдельное поле, где, как правило, задачи от техподдержки приходят. Ну, а нам иногда у нас предварительно спрашивают, если не может сама найти, а есть ли на эту тему задачи. Вот, мы там подсказываем или говорим, что нет, давайте она вас создает. И она задачи фиксирует, от какого клиента это хотелки. Обязательно фиксирует, а какой кейс использования этой хотелки, что мы потом при ее реализации и при проектировании понимали, как ее правильно сделать. И в дальнейшем они, когда следующие клиенты хотят такой же, они просто добавляют эти источники. Вот, и у нас есть отдельно, вот есть большой полный список задач, вот эти 600, которые открыты. Есть шорт-лист задач, где мы фиксируем для себя задачи, где больше пяти клиентов, которые хотели эту фичу. И шорт-лист – это 10% от всего списка. Ну, там вот если всего 600 задач, то в шорт-листе сейчас, по-моему, 50. Ну, это как бы самые такие востребованные, потому что, понятно, больше всего людей хотят, понятно, что их в первую надо делать. Да, там такая, ну, длинный хвост, есть маленький полупопулярных задач и длинный хвост, где по одному клиенту. Ну, это понятно, да. Вот, и на основе этого мы формируем как раз план. По задачам вот у нас есть уже четкий регламент, как ее ввести, какие статусы, когда вставлять. Он у нас подробно описан, там, в Бродмане, каждый новый член команды, он обязательно ознакомливаться с ним. Ну, у нас то же самое, просто как раз мы тоже, у нас там есть статусы определенные, там, по роли у всех разработчиков, старший разработчик, вот, который там тоже может там переводить некие статусы и так далее, вот, вот это все, и тоже все зафиксировано в Редмане, и, собственно говоря, как бы, если вдруг кому-то потом, так сказать, новый человек приходит, то мы тоже сейчас первым делом, типа, вот, зайди, почитай регламент, там, кто, какой баг, куда, как, что перевести, какие, как бы отвергать, на кого назначать и так далее, и так далее. Да, это точно, очень похоже как раз на вашу схему. Ну, код, понятно, ведется в ГИТе. В ГИТе, у нас ГИТ, с ГИТом система следующая, у нас есть мастер, куда задача сливается, есть, понятное дело, ветки задач, под каждую задачу своя ветка, есть ветки, есть ветка релиз, это та ветка, которая деплоится, вот, и вот в момент, когда перед очередным деплоем, мы, собственно, тегом помечаем очередную версию и сливаем в релиз мастер в этот момент. Ну, в целом, это похоже на тот же ГИТ-флоу. Ну, да, фича-бранчинг, в общем, привычный подход. Да. Помимо этого, у нас есть еще ветки версий на бою. Здесь какая особенность? Вот в случае мажорных версий, они, как правило, очень сильно отличаются друг от друга или добавляют много функциональностей, или еще мы вот в рамках мажорных версий можем ломать совместимость. Например, даже не совсем так, несовместимость, а новую версию API мы добавляем. Вот сейчас у нас, например, уже 5 версий API. Так. И поэтому при запуске новой версии мы клиентов не обновляем до этой версии. У нас просто в старой версии мы добавляем флажку, где вообще вышла новая версия, вот здесь вы можете не почитать, а вот нажав на эту кнопочку, можете перейти на нее. И соответственно... То есть у вас как бы одновременно в продакшене живет несколько как бы версий, может жить. Да. И получается у нас в продакшене несколько версий. Здесь, кстати, очень помогает вот этот подход с отдельными базами, схемами под каждого клиента. Получается, каждый клиент может быть своей моделью данных, которая соответствует своей версии системы. И в нужный момент обновиться. Слушай, но с базой мне понятно. А вот монолит, который один, а как у него версии? То есть у него прям внутри в коде получается несколько версий? То есть как он... Нет, нет. Это отдельные ветки в ГИТе. Вот, и они просто на продакшене, ну, несколько версий выбираются. То есть получается, но это именно бизнес каких-то? То есть фронтенд, который именно видит чек, когда заходит на свой домен, он по факту же роутится именно на тот инстанс, но должен роутиться там той версии, которая соответствует. Да, да. У нас это фиксируется, сохраняется, да, в системе. Она знает, какой клиент на какой версии сейчас сидит. Да, и еще ветки бета и гамма, две особенные ветки. На бете у нас сидят небольшой пол клиентов, с которыми у нас есть предварительная договоренность и согласие, что мы их туда перевели. И мы их предупреждаем, что на бету всякие новые фичи будут выкатываться в первую очередь, но при этом у вас там иногда может что-то немного ломаться. Возможно. Вот они такие смельчаки, любители нового. И мы на бете обкатываем какие-то очень большие задачи, которые страшно сразу выкатывать на бой, и хочется сначала обкатать. Вот мы как раз обкатываем на бете. И потом уже внедряем всем остальным клиентам. Ну, внедряйте уже в гонечные, обычные, скажем так, нормальные плановые версии. Да, сливаем мастера, а после этого бету пересобираем от мастера, по сути. И есть ветка гамма, там у нас буквально одна или две тестовые сирамки. Они нужны нам только для того, чтобы воспроизводить проблемы, которые не воспроизводятся локально. И наблюдаются только на бою. Мы, бывает, на них смотрим, что же произошло. Слушай, а вот расскажи, смотри, у вас есть мажорный, минорный релиз. Но понимаешь, что большие задачи, вы их не делаете в последний момент, в мае перед диплоем 7.0 версии. Они в течение года потихонечку живут, делаются, но не попадают, тем не менее, в минорные апдейты. Да. Вот, соответственно, ну, то есть вы просто для их актуализации всего этого, вы периодически, то есть кто-то у вас там, кто ведет разработку тех фич, периодически их себе там из мастера сливает, ну, чтобы там и конфликтов не было, и, так сказать, потом где-то отдельная веточка, куда вы собираете новые изменения, вот все такие мажорные, которые в итоге потом должны там пройти тестирование и попасть там на бету или там как вот это все. Ну, в случае мажорных версий система докажет, что мы, допустим, ну, наступает момент, когда нужно начинать готовить новую мажорную версию с большими крупными фичами. Мы в этот момент создаем, ну, допустим, у нас есть релиз, это текущая версия, мы создаем релиз 7, допустим, это ветка основной версии, вот, и ее прям деплоим на бой, она уже появляется в этот момент на бою, но это для того, чтобы, потому что пока мы готовим новый релиз, и мы уже какие-то фичи готовы туда в окат, там, и как минимум, допустим, мы сами своей CRM тоже пользуемся, мы ее переключаем на новую версию и на ней сами обкатываемся уже, вот, и вот с этого момента, получается, у нас две ветки релизов, да, и мы с этого момента начинаем все задачи, которые попадают в текущую версию, сливать также и в новую версию. Ну, понятно, да, то есть и туда, и сюда, и до тех пор, пока она не запустится, да, все верно, да. Понятно, слушай, ну, код-ревью у вас, соответственно, тоже, так понимаю, должен быть, наверное, все же, ты про него не упомянул? Код-ревью, да, конечно, есть, ну, кто-то из ведущих разработчиков стоит в задачу, разработчики ее делают, в рамках задачи реализуют код и тесты, дальше, если тесты все проходят, то он, ну, там пишет, что окей, сделал, переводят обратную связь, дальше, ну, дальше уже смотрится, да, как правило, обычно там несколько итераций, первая итерация, там, просто код посмотреть, да, и сказать, что тут, 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 что-то не то, или по оформлению, или там глазами видно, что какой-то баг, или не так будет работать. Разработчики справляют, потом следующая итерация уже там, уже вживую посмотреть, что там как. Понятно, но у вас тоже есть какие-то там соглашения по кодированию, ну, я имею в виду там код-стайл-гайд, какие-то что-то такое, используете ли вы какие-нибудь там по ХПЦС, я уж не знаю, такие штуки, вот, инструменты для как-то, для хотя бы каких-то минимальных, минимальных самых таких глупых вещей, ну, типа там код-стайлинг и проверки и прочих. Ну, здесь мы полностью придерживаемся стандартов PSR, вот, которые используются в Symfony, вот, и у нас, у некоторых стоит GitHub, который при коммете проверяет оформление кода, но это по желанию. В целом у нас, просто у всех PHP-шторм, вот, и там он стандартно, в частности, все оформляет, поэтому... Ну, код-гайду, да, понятно, кстати, особо меньше претензий, ясно. Слушай, а вот код-ревью в чем вы делаете? Ты просто говорил, там, гид, но вы там какие-то гид-лаб, что вы используете или чего? В качестве интерфейса или там, или для кода-ревью отдельный инструмент, какой-нибудь там, ревью-борд или в чем, или просто вот разработчик там, ведущий переключается тупо на ветку или там делает гид-див там между там веткой и мастером или как он смотрит это? Ну, если визуально, то, в принципе, в самом RedMine можно подключить гид, вот, и там можно смотреть все дифы и ссылки на нужные строчки давать, вот, и мы отписываем прямо задачи, кто проверяется. А, ну, вы прямо на базе RedMine, так сказать, все это делаете? Да, да, мы все на базе RedMine, да, делаем. Я потому что пробовал в свое время, знаешь, несколько, ну, инструментов для этого, там, и фабрикатор фейсбучный, и ревью-борд, и еще какие-то, и вот, ну, пытался найти какой-то инструмент для такого более-менее какого-то приемлемого ревью-кода, вот, но в итоге, да что-то как-то все, все немножко не то. Вот там, да, в фабрикаторе довольно-таки прикольно сделано, но, опять-то, там нужно дополнительные тузы ставить и немножко пользоваться их, скажем так, клиентом, то есть не просто там git-коммиты, да, а ты там вот должен, там, некий тоже клишный, там, пич-пишный модулек, который там что-то делает, создает ревью и так далее, но в итоге мы довольно все же выбрали GitLab, перешли на GitLab, ну, не то, что перешли, а, скажем так, его там начали активно юзать. Да, это было там уже сколько лет назад, я уж не помню, какая там версия GitLab была, но все равно как-то вот потихонечку туда и, в общем, там, ревью, оно где-то там бывает, проходит. Ну, единственное, что подружили RedMine с GitLab, да, то есть там GitLab, они живут на разных серверах у нас, и я написал небольшой хук, который, соответственно, то есть GitLab умеет пушить там, ну, по коммиту, либо там по появлению MergeQuest, да, хуки, веб, вот, они прилетают на RedMine, на RedMine маленький модулечек, который просто локальный репозиторий, потому что RedMine умеет работать только с локальным Git-репозиторием, да, и вот у нас он, по сути, является это зеркалом, и туда просто он подсасывает изменения, и дальше запускается этот RedMine FetchChangeSets, который, соответственно, апдейтит, и ты уже, когда заходишь в таску, да, ты видишь там все коммиты, связанные редакции, вот это вот все-все-все-все-все. А сам код-ревью в RedMine никак не отражается, да? Неа, сам вот код-ревью как-то в RedMine нет, у нас вот в GitLab'е, в GitLab'е как-то так прижился. Угу, понял. Ну, вот так, ладно, интересно, да, в принципе, тоже, так сказать, что, если работает, то у всех как бы свои подходы и какие-то решения, которые подходят именно им. Понятно, слушай, ну, а выкладывается как это все, то есть, ну да, запускается там тест автоматически, да, соответственно, что-то CI вы там, не знаю, что-то используете для CI. Да, тесты прогоняются, PHP-пишные проекты у нас, PHP-CI, для остальных типов Jenkins, ну, PHP-пишные тоже надо перевести, просто руки не дошли, в принципе, там все работает, и он у нас тоже интегривный с RedMine, сам отписывает, сам меняет статус задачи, все тесты проходят, тоже обращают в этом плане работу. Ну, тестов прилично уже, там в проекте больше трех тысяч тестов, сейчас уже полный прогон, крупная система занимает полтора часа сейчас, это причем это было много-много оптимизаций. у нас в начале, когда мы запустили, начали писать тесты, тоже было не сразу, где-то через год после публичного запуска мы начали писать тесты, и то мы их начали писать, потому что у нас было Symphony 2.1, а тогда уже было 2.5, ну, и уже разница в версиях была большая, и уже надо было обновляться. они сильно отличались, поэтому мы решили, не надо тесты написать сначала, иначе все, сломаем нахрен. Ну, логично, хорошо. Нет, ну, молодцы, что это, кстати, такое волевое решение, в общем, в принципе, я думаю, что оно в долгостоящей перспективе однозначно просто выигрывает, и тут как бы... Да, определенно, конечно, они очень помогают. Ну, и вот те же примеры с обновлением PHP, тоже можно спокойно обновляться, сразу видно, где что ломается. Вот, и после того, как мы начали их писать, где-то через год у нас тесты стали, полный прогон стал проходить от 3 до 5 часов. Это еще тестов было, наверное, ну, может, по тысяче, может, меньше. Вот, мы тогда поняли, что надо что-то с этим делать. Вот, у нас тогда выкрутилось проводоваться на VPS-ке, мы вынесли это на отдельный сервер, вот, и что мы еще сделали, мы в CI Postgres перенесли в оперативную память, он у нас все хранил в оперативке, в принципе, там же на диске хранить особо незачем. Ну, да, как бы, ага. У нас 3-5 часов, время уменьшилось до полутора часов тогда. Вот, это сильно помогло. Ну, Postgres вот в памяти прям решает, это сильно ускоряет. Ну, то есть, реально, вот, как бы, ну, так, довольно существенную долю времени занимало именно вот с базой какой-то взаимодействия, да, там, тесты, разворачивания, там, не знаю, этих самых. Так, фикстуры, да. Фикстуры, да, 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 вот фикстуры залить, удалить, оно занимает время памяти. А в памяти ты имеешь в виду, в смысле, вы просто ее развернули на диске, в смысле, который в памяти, что-то типа там RAMFS или что-то имеешь в виду памяти? Да, 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 все верно, да, на RAMFS все работает. В случае Postgres, вот, ну, и с тех пор... Ну, и там, в любом случае, наверное, таблички через NoLog, да, без всякого вала, соответственно, без генерации вала создаются. Вот это надо посмотреть, слушай, не знаю, сейчас не скажу. Ну, ладно, не важно, хорошо, да, давай дальше. Ну, что-то мы на эту тему, да, обсуждали. Не, мы пробовали эту тему, вспомнил я, да, мы выключали вала, и никакой разницы не было. Понятно. Похоже, в памяти это не особо играет роль. Ну, когда все в памяти, это точно не играет роль, это я говорил, что именно когда у вас на диске, то есть вала, конечно, бы, ну, так сказать, снизил отключение вала нагрузки, ну, не вала, в смысле, записи данных о табличках изменений, да, в RightHeadLog. Ладно, хорошо, а что, какие еще оптимизации? Ну, вот вы до полутора часов-то снизили, да, но это было, когда ты, говоришь, сам там порядка тысяча, а сейчас уже порядка трех тысяч тестов, какие-то еще оптимизации, что вы еще вот изучали, делали? Да, там еще стандартно в Symfony в тестах включено логирование, мы отключили логирование, и там по умолчанию тесты работают в дебаг-режиме, мы его тоже отключили, и это тоже дало профит, причем приличный. Вот логи, они же на диск пишутся, и они прям замедляли, вот это тоже очень сильно выручают. В принципе, логи, они там не нужны в тестах, не знаю, зачем они по умолчанию включены. Ну, вот из крупных оптимизаций все, и вот сейчас мы в том режиме, в каком есть работаем. Да, пишем тесты на HP Unity, да, у нас в основном упор на функциональные тесты, но там, где критичная внутренняя логика, мы Unity-тесты пишем, но по большей части, конечно, нам важно, чтобы вот с точки зрения пользователя все работало вот, как должно работать. это много где, просто обращение к трагическому выполнению каких-то штук. Слушай, а вот расскажи немножко, знаешь, вот мы так все говорим, там, PHP, все это там, ну, по большому счету, бэкэнд, а фронт-энд у вас, он как живет-то? Вот именно фронт-энд, в смысле, в браузере, что крутится, потому что наверняка там ведь какой-то, ну, это что-то уже типа сингл, как сейчас модно говорить, даже там не сингл-пэйдж-аппликейшн, да, не SPA, а что там, это, WPA, да, какие-то сейчас слова, в общем, страшные эти, никому не нужно, но идея в том, как бы, как бы у вас именно фронт-энд вообще, фронт-энд имеется в виду клиентский браузер, он отделен, как отдельный проект живет, или все же прямо вот там на шаблонах, там, в Твиге где-то, все вместе в одном проекте в моно-репозитории, скажем, ну, так. Сейчас у нас все на шаблонах, и вот мы сейчас как раз в процессе переделки этого всего, вот последние два месяца почти все писали JS-тесты, вот, написали огромное количество, вот, на селение у меня у нас крутится, и уже сейчас, ну, прогоняются, вот, опять же, был этот подготовительный этап, потому что JS куда, там, просто огромный вал, чтобы его к нему подступиться, нужно было сначала тестами покрыть. И вот сейчас мы как раз, у нас часть ребят, она делает модульность этих движений, во-первых, выбирает зависимости, подключает, там, веб-пак, ну, в общем, делать все там полно, в это часто, этот у нас, да, процесс идет. Ясно, ясно, ну, да, дело, дело, мне кажется, правильно, тем более, если, так сказать, уже такое большое приложение тяжелое, то, как бы, конечно, в одном месте, мне кажется, не очень. Ясно, слушай, ну, вот, знаешь, интересно, так, мы такие, хотя, мне кажется, по-моему, вот ты говоришь, что у вас там, в принципе, там, Retail Serum, это как SaaS, да, идет, но, может быть, есть какие-то там, именно вот, то есть, как бы все клиенты, они именно в вашем воблаке, да, живут, то есть, никаких там вонсайт вещей таких нет у вас. Ну, есть отдельные, единичные, пока что прецеденты, когда мы клиенту внедряли систему в виде коробки. Ну, слушай, вот это вот интересный вопрос, расскажи, ну, сразу вот, насколько вообще отличается подход, там, не знаю, ну, не к разработке, но вот, скажем так, к классу проблем, которые есть. Одно дело, когда там у тебя все под рукой, да, так сказать, свои сервера полностью все подконтрольно, ты там, есть админы, есть там метрики, пятое, десятое, и другое дело, когда ты должен сделать некое, ну, там, назовем его коробочным, да, решением, когда оно где-то там, ты не имеешь к нему по большому счету, ну, такого онлайн-доступа, да, и вот, вот тут, мне кажется, сразу совсем другой ряд проблем и задач класс вообще возникает, вот твои мысли по этому поводу. Да, это совершенно другой процесс со своими ограничениями. В случае с ААСа мы ограничены только то, что отдаем публично, там, мы не должны ломать API и какие-то такие вещи, которые используются в самой сервере. В случае коробки, получается, мы не должны ломать то, что у нас внутри, и тут, да, не все так просто. Ну, в целом у нас, ну, во-первых, такие внедрения были в случае больших клиентов, вот, и это большой проект внедрения, там, порядка полугода, вот, у тех клиентов, которые это внедряются, и это, что там делают, это, во-первых, там, описывают текущие процессы, понимают, как это будет работать CRM, и дальше дорабатывают, добавляют в стандартное решение ту функциональность, которая требуется данному клиенту. Слушай, она, вот эта функциональность, она остается только в рамках вот этого клиента, или все же потом попадает в итоге и в основной ваш продукт, ну, соответственно, в СААС-решение и есть везде? Ну, здесь такие кейсы возможны, но это в режиме, если вот клиент захотел, дальше менеджер, допустим, этого проекта, он спросил у нас, нужно ли это там в облаке, мы посмотрели, подумали, что вроде как штука универсальная. Ну, вот, как пример, у нас один из крупных клиентов, ну, вот, собственно, Рестор, ему нужна была интеграция CRM с Яндекс Маркетом, чтобы из маркета заказы падали прямо в CRM, ну, и мы тогда обсудили, согласовались с клиентом и сделали это прямо в основном ядре, вот, и это появилось и в САСе, и приехало самому клиенту в коробку. Вот, если же это реализуют в коробке сначала, то, ну, обычно так получается, что приходится сильно докручивать это решение, чтобы его потом еще добавить в САС, потому что, ну, в коробке уже есть какой-то еще код с логикой клиента, и они начинают там писать модули, и он там начинает еще с этой логикой взаимодействовать, а ее потом, чтобы перенести в САС, и это нужно как-то отделять. Понятно, я так понимаю, в итоге это, в общем, привело к тому, что, по сути, у вас, ну, так сказать, это скажем так, вообще разные кодбейзы, то есть, да, есть основное ядро, ну, в смысле, основной проект, и вот эти все доработки, ну, скажем так, оля коробочные версии, это по факту просто, ну, то есть, они забирают основной код себе, но по факту применяют к нему еще свои какие-то изменения, новые там модули, компоненты и так далее. Да, там разработчики пишут все в отдельных бандлах, и мы стараемся сделать в системе код так, чтобы можно было максимально его расширить из другого бандла, вот, там, расширить шаблоны, подсунуть формы свои там поля или саму форму, извините, как-то изменить сервисы, ну, для этого много где есть события, у нас даже в шаблонах, вот, на GitHub у нас, в принципе, в публичном доступе есть так называемый Twig Injection Bundle, он позволяет объявлять события внутри Twig'а, за счет этого мы можем из одного бандла вставлять шаблон в другой бандл через события, вот, и таким образом легко выключить этот бандл, который подставляет свой шаблон, а исходный бандл будет работать, и отображать уже шаблончик без дополнительных блоков. Интересно, интересно. Вот, да, ну, в общем, стараемся сделать точки слабосвязанности, через которые можно решить, ну, и получается, в формах свои события объявляются, через которые можно свои поля добавить, вот, или сами формы виды изменить, у нас есть внутри системы свои события, допустим, у нас меняется заказ, понятно, есть, ты можешь в доктрине перехватить изменение объекта заказа, но это считается плохим путем, вот, у нас, ну, у нас, например, у заказа есть понятие история заказа фиксируется, все изменения в отдельных таблицах, и за счет отдельных сервисов эта вся история сама генерируется и собирается, вот, и у этих сервисов истории есть свои события, ты можешь, по сути, подписаться на них и уже получить готовый набор изменений и безопасно с ними работать, вот, а если в доктрине что-то свое подсовываешь, там, как правило, много чего может поломаться. Понятно. Слушай, знаешь, что, еще вот какой момент, мы, когда говорили, там, про выкладку, один из самых интересных, как мне кажется, это вопрос обновления, да, вот, потому что, да, вы там выкатываете новую версию, соответственно, да, а как вы обрабатываете и вообще производите обновление данных, ну, вот, в SaaS, ну, и потом, опять-таки, отдельный интересный вопрос, как это делать, там, в коробочном решении, ну, или это, может быть, одни и те же механизмы, вот, расскажи. В SaaS, в SaaS система следующая, у нас есть сервер диплоя, у нас все диплоится Гошей, есть, это тоже бодушная тулза, написанная на го, вот, она позволяет, она пришла на забеду лип SSH, и она позволяет подключиться одновременно ко всем серверам, на которые ты хочешь задеплоить, и быстро на них выполнить большой объем команд. Вот, в случае диплоя это очень полезно. Вот у нас обертка над этой Гошей, значит, на сервере диплоя собирается сборка, вот, и мы не разворачиваем новую версию на обоих серверах, вот, мы ее собираем на сервере диплоя. Почему так сделаем? Потому что при сборке версии нужно еще разогревать кэш, ну, там, контейнер, всякие метаданные, и это очень сильно грузит процессор, и мы у себя, получается, грузим процессор на сервере диплоя, вместо того, чтобы грузить его на всех серверах продакшен. В одном месте. И, во-вторых, бывали случаи, уже не один, ну, так, не знаю, раз в год, наверное, бывает такой случай, что при сборке версии, сборка версии падает. Допустим, кто-то написал код, который, ну, кто-то у себя написал код на PCP71, а в то время еще, допустим, на бою было 7-0, вот, и в момент сборки, там, этот код задействовался, и все успешно падает. И, да, дипло непосредственно делая, не доходит. Ну, а дальше, дальше что, дальше код выгружается на все сервера, и после этого идет переключение сим-линков. Наша особенность в том, что у нас есть отдельная папочка с сим-линками, вот, которая где под каждого клиента свой сим-линк, под каждый аккаунт, под демен. Для чего это сделано? Ну, это как раз, чтобы, вот, какая версия, какая версия кода для каждого, там, клиента, да, соответственно, и она меняет, это та самая, которая меняется, когда клиент говорит, что да, перейти на новую версию, если я правильно так тебя понял, или нет. Да, верно. Ну, и, в принципе, при диплое, с учетом нашей специфики, когда каждый аккаунт лежит в отдельной базе, вот, нам нужно, получается, на каждый аккаунт докатить миграцию. Вот, если мы имеем один сим-линк, сим-линк, и переключаем ее на новую версию, то мы имеем в результате все аккаунты с неконсистентной моделью. Вот, а если переключать в конце, после миграции, то получается, получилось бы так, что у клиента модель старая, а база уже новая. Вот, поэтому у нас происходит одновременно накат миграции и дальше переключение сим-линка конкретного клиента. И так проходится по всем аккаунту. У нас диплоер, опять же, сначала накатывает в первую очередь на активные аккаунты, а потом же длинным хвостом на все остальные диплоевает. А миграция в какой-то момент выполняется? Ну, то есть, вот ты код разложил, дальше ты запускаешь миграции, да, соответственно, которые… Вот, есть папка с проектом на бою, в ней множество папок с версиями. Это, по сути, когда были диплои, вот там под каждый диплои папка со своей версией. Нам нужно каждого клиента переключать со старой версии на новую. Вот, и мы… И там, по сути, в цикле идет переключение сим-линка, а дальше накат миграции на этот аккаунт. До той, которая соответствует текущему исходному коду, соответственно, да, я так понимаю? Да, все верно. И эта же схема используется, если мы, допустим, клиента на бейту переключаем или на мажорную новую версию он переводится. Нам достаточно, опять же, сим-линк обновить и накатить миграцию. И все. Слушай, а миграции вы, как бы, у вас, они… Как вы их? Они автоматические? Или что вы… Как вы пишете их сами? Или вот они там на основе чего они сделаны? Расскажите. Ну, мы используем доктриновский баннум, доктриновский миграшенс. Вот. Там есть команда, которая позволяет сгенерить дифф. Он создает миграции и там отражает дифф из того, что есть в базе и то, что у тебя модель уже изменилась. Ну, а дальше, как правило, там все равно по мелочи приходится ее докручивать. Вот. Ну, в целом, она готова и up, и down там существует. И бывает миграция, когда модель меняется, бывает, когда нужно сами данные изменить. Если, допустим, модель сильно меняется, вот, как пример у нас в этой мажорной версии, в шестой, появились мультиоплаты. Раньше в заказе могла быть только одна оплата, сейчас их может множество. Ну, и, соответственно, там модель сильно меняется из-за этого, и нам нужно было все данные измигрировать тоже. Вот. И там такая была большая миграция. Ну, точнее, первая модель меняется, вторая уже данные изменить. Ну, да. Слушай, это там для... А вот для активного аккаунта, ну, понятно, что, так сказать, этот процесс, он там длится какое-то время. И на время этой миграции, ну, как ни крути, ты никуда не денешься, кстати, она должна накатиться, что называется. Да. Ну, могут быть, да, 500, если прям тяжелая миграция. Ну, там, если новые поля меняются, то, как бы, клиент ничего не увидит особо. А вот если прям меняется модель, то, да, могут быть до 500. Но мы... У нас деплой запускается рано утром, как правило, на 5-6 часов мы ставим. В это время активность минимальна в системе. Вот. У нас многие операции, кстати, доступны в Slack. У нас есть отдельный канал, где мы можем запускать команды. Вот. Мы можем непосредственно деплой запустить. Вот. И у нас есть шедулер. Мы можем там сказать деплойеру, что миграцию нужно запустить в 5 утра. Вот. И он сам их запускает и прогоняет. Нам остается только проснуться, проверить, что все окей. Или проснуться от СМСки, что все плохо. помимо этого у нас в Slack и все другие служебные операции. Допустим, там мы можем из бэкапа восстановить одной командой CRM, когда любой дата в прошлом. Или там вот это обновить версию, если нужно с нашей стороны обновить статистику, посмотреть по базам, на каких базах сколько аккаунтов. Много всяких других мелких команд. Тоже написали своего такого бочка, который в Slack живет, да? Да. Да. Ну, по сути, он маппит все команды нашего сервиса, деплойер. Он просто у нас расширился от просто функции деплойера, да. И можно и новый аккаунт создать, если нужно прям ручками создать, и удалить, и переместить на другую ветку. Можно переместить в другой кластер, если надо, или на другой хост, на другой сервер базы. Понятно. В общем, так сказать, для нужд, для всех ваших нужд. Я, слушай, ну мы вроде так про технические темы все какие хотели, основные обсудили. Вот знаешь, интересно еще, вот может быть, так знаешь, именно про тебя поговорить. Вот ты, ну, как-то так начинал, вот там прошел, в принципе, там сразу какой-то там стадии там программистов, ну, когда просто что-то писал, и потихонечку уже, в принципе, ну, поскольку проект, так сказать, там твой такой напрямую, что называется, так сказать, ты его там один из основателей. Вот расскажи про, знаешь, ну, что называется такая всякие темы soft skills, и вообще вот этапы разные, когда там уже, значит, стал как-то не просто код писать, а когда там больше пришлось заниматься какими-то такими, ну, управленческими задачами, да, ну, поскольку так или иначе это была вынужденная мера, вот ты все-таки там код писать хотелось, вот как ты это все так проходил эти стадии и вообще как себя ощущал? С трудом, местами, да, проходил эти этапы, для этого надо на этом созреть. Кому-то это, в принципе, никогда не будет нравиться такими вопросами заниматься, кому-то просто нравится писать код. Ну да, безусловно, кому-то там просто вот есть люди, как бы, которые там, не знаю, там, и в 40 лет они там просто программисты, ну, просто, я имею в виду не в смысле, а что просто они там не темлиды, не там какие-то, так сказать, CTO или там архитекторы, а люди просто, которые хорошо и качественно умеют писать код, и вот они от этого получают удовольствие. Но у тебя-то ситуация другая, ты так или иначе, ты вынужден был, в общем, идти выше, да, вот там, как это происходило? В принципе, все происходило в нашем случае постепенно, по мере того, как мы росли, и появлялись такого плана вопросы. Сейчас вот нас 80 человек, и этим всем нужно управлять. На каком-то этапе, допустим, нужно было продумать, как с помощью каких инструментов будут вестись проекты, настраивать, в принципе, все это вот окружение. Ну, я имею в виду там, не важно, там, своими руками или админами, я имею в виду, в принципе, продумать, что у нас будет использоваться, какие инструменты оптимальны, что вот у нас именно RedMine будет использоваться, что Git, что их нужно интегрировать, как должны разработчики, в чем работать, какие у нас технологии, компании должны использоваться. В случае технологии, опять же, разработчикам же интересно попробовать все новое. Вот. А мне важно не только это, ну, мы стараемся использовать все наиболее актуально и новое, но при этом важно, чтобы технология была устоявшаяся, чтобы за ней было сообщество, чтобы не было каких-то детских там болячек в этой технологии, когда это все начнем использовать в проект клиентов, особенно, когда это не свой проект, как RetailCRM, а когда проект под заказ для клиента, там же тоже, клиент же тоже тебя спрашивает, а почему вы это используете? И у тебя должен быть четкий ответ и четкий набор причин, что это большое сообщество, что это используется в подобных проектах, таких-таких-таких, что этот инструмент удобен чем-то по сравнению с теми. Слушай, ну, это на самом деле, да, это все клево, но на самом деле это ведь тоже довольно-таки такая, ну, для тех, кто вдруг думает, что это легко и просто, то нет, нифига, это вот держать руку на пульсе, тем более в современном мире, когда технологии просто появляются, я не знаю, можно утром проснуться, и там уже 10 тысяч новых фреймворков и новые там версии, и тут такие возможности, и новые проекты, и вот держать руку на пульсе тоже, это такая, ну, большая задача, то есть надо постоянно что-то вот быть в теме, читать, изучать, не просто там услышал, но ведь еще и, чтобы это как-то там, ну, потратить время на какой-то анализ более такой детальный, глубокий. Да, постоянно, да, оцениваешь, насколько эта технология, а имеет ли смысл это использовать, а приносит ли она какое-то дополнительное преимущество с тем, что ты сейчас используешь, вот, так что если уже там понимаешь, что, допустим, что-то устаревает, то если менять, то на что-то такое основательное. В этом плане, знаешь, мне очень нравится вот, ну, вообще идея там так называемых технологий радар, да, как бы там радар-технологии, вот, например, ребята в Ламоде, они, кажется, в этом году это замутили такую штуку, и они тоже, у них есть такой технологий радар, и они, в принципе, поделили там, если я не ошибаюсь, вообще все технологии какие там есть на такие четыре группы, ну, условно говоря, там стабильно в продакшене, да, то, что они активно смотрят, то, что они попробовали и не прижилось, там, и какая-то четвертая, то, что они только пытаются, так сказать, там внедрить, вот, и они, собственно, вот все какие-то там у них есть, ну, то есть это в том числе там языки, фреймворки, да, и так далее, вот они все живут где-то на этом, скажем так, радаре, то есть сначала, да, кто-то там вот вышел, не знаю, там новый язык, вот, ребята, давайте на него посмотрим, вот он классный, но он пока просто попал, так сказать, в копилочку, что, что называется, бэклог такой, да, потом, соответственно, ну, да, там появилась пара человек, действительно там какой-то комьюнити растет, действительно можно попробовать на нем там что-то пописать, ну, попробовали, провели эксперименты, там, не знаю, у него там в три раза лучше там скорость или там в десять раз меньше памяти жрет, чем там вот тот, 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 ну, можно попробовать где-то на каком-то таком маленьком, не самом, так сказать, серьезном, ну, или, скажем так, важном критическом сервисе, да, его там внедрить, ну, внедрили, посмотрели, да, действительно пошло, заехал, все хорошо, перенесли там в разряд, что да, можно использовать, есть там уже группа людей там, соответственно, которые готовы на нем там писать или использовать эту технологию, ну, то есть вот такой процесс. Да, это точно. И тут, что интересно, есть два типа разработчиков, ну, можно даже есть те, кто между ними, а первые это те, кто постоянно предлагает, что это новое, а давайте это попробуем, а давайте это. А есть наоборот. Рыта грады. Да, которые, ну, работают, и зачем мне это? Работают, и нормально. Ну, и прям, есть примеры этих крайностей, одни прямо перегибают там, и приходится до них доносить, что это еще рано использовать, а других приходится даже немножко попинуть, что ли, ну, это, может, ты вот про это почитаешь, про это. Да, хочется какой-то, да, разумной середины в этом плане. У нас, я весной этого года запустил внутренние метапы, ну, они внутренние, но при этом у нас есть YouTube-канал, и мы выкладываем все видеозаписи, ведем прямую трансляцию, потому что мы же распределенные, у нас сами метапы проходят в липецком офисе, он побольше по размеру, вот, и транслируем на остальные офисы, остальные там в чат могут создавать вопросы также, вот, и, ну, вот, я пытаюсь немножко расшивлить, особенно тех, кто не очень активен, чтобы они делились, есть просто, знаешь, еще такие ребята, которые, они, вот, хорошие, крепкие разработчики, но они с общением не очень, и они как-то не особо делятся в том, что они сделали, хотя им есть о чем рассказать, вот, и хочется немножко коммуникации тут, обмен знаниями. Ну, да, это, на самом деле, вот, такая вообще тоже большой вопрос, особенно, там, в крупных компаниях, где вообще, ну, как много разработчиков. Одно дело, как там, какой-то, ну, вот, слушай, далеко ходить, на самом деле, за примером не надо, даже, вот, взять, там, не знаю, у нас, там, в принципе, один отдел разработки, да, но все равно, там, вот, сколько людей там есть, и все занимаются какими-то своими, там, сервисами, да, и все равно даже, вот, даже в таком коллективе все равно есть вопрос, ну, какие-то, там, связанные с тем, как обменяться каким-то, там, стеком технологий используемых, там, фреймворков. У нас, вот, говорю, там, до недавнего времени даже, там, в стишных сервисах было несколько вариантов и логирования используемых, да, пока мы, вот, как-то потихонечку, вот, все же не пришли, ну, чтобы использовать уже готовые, там, один, там, не знаю, одну систему логирования, одну систему конфигурации, а так, да, куча людей, ну, как бы, там, пришел человек, вот, он привык, там, у себя где-то использовать одно, ну, он прикрутил, да, оно работает, вопросов нет, но, вот, как-то, коммуникация все-таки важная штука, очень важная. Да, не всегда, конечно, удается расшевелить. Тут, правда, есть небольшое требование к людям, с моей стороны, по выступлениям, сейчас, чуть позже расскажу. Давай. Оно связано с чем? С тем, что у нас уже довольно приличное время существует система грейдов, введенная в компанию для разработчиков. Также в один момент уже возникла необходимость его ввести, чтобы, ну, даже ребята между собой понимали, кто, кто кем является, потому что коллектив растет, вот, и у нас в этой системе есть, на данный три грейда, ну, в ней грейда есть стажеры, вот, есть первый грейд разработчика, дальше второй ведущего разработчика и третьего, ну, такого технического руководителя или архитектора. три уровня, вот, и у нас требуется пройти эти статусы для того, чтобы перейти на следующий грейд. Там идет беседа либо со мной, либо просто свыше, с разработчиком более... Высокая категория. Да, да, и там много моментов, мы обсуждаем, там, во-первых, предварительно собираются все оценки, показатели по проектам, на которых участвовал разработчик, вот тот, кто должен проводить эти статусы, он у руководителя этих проектов спрашивает, как там себя он показывал, все ли там было окей, или были какие-то проблемы. Потом самим разработчиком уже на эти статусы обсуждают там, на что он думает, там проблемные проекты, может обсудить, выяснить, что там с его точки зрения было не так. Там же оцениваются компетенции, у нас есть определенные тоже требования к разным уровням грейдом. Вот это тоже такая работа поддерживать его в актуальном состоянии, это перечень компетенций, которые, ну, потому что технологии меняются, вот, и то, что там было год назад, оно уже сейчас может быть отчасти неактуальным. вот, и еще мы для себя личностные качества человека оцениваем, ну, как он, насколько он в команде хорошо работает, вот, насколько аналитический склад ума, насколько он может сам декомпозировать задачу, продумать ее, насколько он самостоятельный может что-то уточнить, такие вот моменты. Вот, и оцениваем еще активность. Это вот как раз одной из активностей является митап. Вот у нас для второго грейда, для второго и выше, но обязательно требование, как минимум, одно выступление на митапе. Ну, а ну, в смысле, в год, да, или там, или в какой-то период? Ну, с учетом того, что он еще, в принципе, проходит только полгода, то пока… Пока просто, в принципе, что должно быть. Ага. А там, да, наверное, раз в год. Ну, и мы по всем ребятам, а дальше фиксируем результаты. И руководители проектов пишут свои отзывы, и аттестующие, и, ну, когда уже команда под 100 человек, ты уже, ну, банально не помнишь про всех, и все, кто, у кого какие сильные качества. Безусловно, да. Приходится вот, кстати, вопрос делегирования, так сказать, там, полномочий, да, и неких там зон ответственности, тоже такой очень интересный вопрос. Потому что, ну, когда вначале ты вот контролируешь все там, вплоть до конкретной там строчки кода, до конкретного операнда, да, а дальше вот начинаешь заниматься более такими, там, скажем так, руководящими какими-то вещами там, ну, административными, и уже все, уже вот код не пишешь. Вот, кстати, интересно, как ты пережил это? Это же такая, в принципе, травма, понимаешь, что ты вот писал все, там, код-ревью, и всего, а потом вот в какой-то момент все, ну, нет у тебя на это физически времени, и вот приходится как-то внутри себя немножко что-то такое перебовороть, переломать, что, ну, все, ну, вот он вроде бы вот примерно же последний там код-ревью проходил, вроде и пишется, ну, пусть вот теперь он этим занимается, и так немножко отпустить, что называется, знаешь? Да, да, понимаю. Ну, ты знаешь, еще помогает, помогает, если хорошая команда, и ты видишь, что они, нормально работают, у них все получается, и, ну, ты им все больше и больше объемности отдаешь, и это как-то естественно получается. А вот эти вот мысли, они обычно возникают, когда вот у тебя есть в команде какой-то человек, но вот он слабый, и он постоянно ошибки там делает, или код косячный пишет, и вот думаешь, вот проще самому написать сейчас, чем вот тут уже пятый раз замечания писать. Вот в таких, да, случаях, конечно, возникают уже такие мысли, а в остальном уже все зависит от команды, да. Если она выстроена, стоит попроще. Да, но вопрос выстроить тоже, это так сказать, тем более в силу там, когда у нас там человеческие ресурсы, это самый такой дефицитный, дефицитный вообще элемент, и, конечно, не просто все. Да, но мы на эту тему, конечно, много обсуждаем, на самом деле много времени тратим, ну, я имею в виду так, среди руководителей, среди топов, так скажем, вот по поводу людей, не только с точки зрения разработки. Да, в любом направлении. Да, 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 просто организационные вопросы, условия, трудно, насколько ему комфортно, там, а что-то может еще надо. Да, это очень много мы обсуждаем, и постоянно пытаемся понять, чего же не хватает. Бывает, ну, в смысле не бывает, а в принципе разработчики такой народ, что они редко что-то сами говорят, и нужно догадываться, что что-то идет не так, им что-то не нравится. Это вот проблема, на самом деле, есть небольшая. Ну, как бы, да, вот все-таки вот эта склонность такая, именно, что по большей части программисты – это интроверт, она, в принципе, имеет право на жизнь, ну, потому что реально, как бы, вот, ты там ушел в код, сидишь, там, наушники надел, да, включил там любимую музыку, и, в принципе, вот, все, что в округе происходит, тебя там не особо интересует. Ну, я именно, все-таки, как ни крути, вот, по статистике, там, по опыту, да, больше программистов именно таких, вот. Ну, никуда от этого не деться, конечно. Но, тем не менее, у них тоже бывают какие-то проблемы, и они, да, не всегда, конечно, идут на такой прям вот открытый контакт, что сразу рассказать про нее, и, в общем, надо иногда действительно как-то еще найти подход. Да, верно. Ясно. Ну, что, слушай, Ильяс, мы, по-моему, с тобой так, уже, знаешь, за два часа перевалило. Ничего себе. Да, побеседовали, время пролетело незаметно. Давай, наверное, потихонечку закругляться, если в конце хочешь что-нибудь сказать, там, не знаю, пожелать интересного слушателям, то самое время. Да, в целом нет, спасибо, что слушали. Ясно. Что, друзья, да, действительно, спасибо, что слушали. Если у вас какие-то есть вопросы, комментарии, замечания, смело пишите, комментируйте, обратная связь. Еще раз подчеркнем, что она очень важна для нас, для подкаста, для гостей подкаста в том числе. Вот. Так что слушайте, и до новых встреч. Все. Тебе еще раз спасибо большое, что пришел. Ну, довольно оперативно, кстати говоря, скажу, что в этот раз у нас так получилось. Вот. Забраться. Да. Все. Всем счастливо. Пока-пока.